И я вас категорически приветствую, Михаил Васильевич, добрый день. Здравствуйте, я вас закономерно приветствую. Да. Насколько сегодня о законе пойдёт речь? О каком? О законе единства и борьбы противоположностей. Применим к жизни. Ну вот вы знаете такой закон? Слышал. Есть такие люди, которые не знают, что есть такой закон? Навалом. Нет, таких людей нет. Я не встречал ни одного. Они слышали, но что это такое? Они слышали, значит, это известный закон. Более того, это самый известный закон диалектики. Поэтому я бы на вопрос о том, а знаете ли вы диалектику, вот каждому предложил, отвечать так. Я знаю самый главный закон диалектики, закон единства и борьбы противоположностей. И поэтому о чём мы в мелочах будем говорить, о других всяких подробностях. Это самое главное вообще понимание смысла этого закона. Так что этот закон всем известен. Другое дело, что, как говорил Гегель, создатель системы диалектики, известное ещё не есть оттого познанное. Поэтому мы просим извинения за то, что мы начинаем рассматривать то, что всем известно. Ну, исходя из того, что может быть что-то новое про это не очень известное, сможем сказать. Я бы вставил чуток. Знать не значит понимать. Это раз, знание и понимание это абсолютно. А я бы тоже вставил. А понимать это значит выразить в понятиях. Пока я в понятиях не выразил, я никому передать не могу, я просто могу смотреть преданными глазами, как вот пёс на кого-нибудь. Всё как бы понимаю, только сказать не могу. Поэтому, а вот кто-то много-много читает, он кто? Он потребитель знаний. Да. То есть, он самый крупный потребитель знаний. Таких очень много. Таких очень много. И когда все эти знания потребишь, что будет? Ну, что будет? Ну, будет эрудированный человек, начитанный. Ещё вставлю. Многознание не есть ум. Уму не научает. Не научает. Вот. Поэтому, так что в чём смысл закона единственной борьбы противоположностей? А то, смысл этого закона в том, ну, во-первых, что такое вообще закон, надо, наверное, сказать. Закон не в юридическом смысле. В юридическом смысле мы знаем, что такое закон. Это воля господствующего класса. Если вы эту волю, она записана в понятиях. Если вы не выполнили эту волю... Вас накажут. Вас накажут. То есть, репрессируют. То есть, репрессируют, подавят. А если вы выполните, вас не подавят. И не будут репрессировать. Так что, вот, это закон в юридическом смысле. Так вот, мы о нём не будем сейчас говорить. Мы будем говорить о законе. Ну, как говорят, о законе, которые действуют в объективной действительности. Физические законы, химические законы, законы общественной жизни. Вот закон, единственная борьба и противоположность. Он всеобщий. Он везде действует. А закон, самое короткое и простое определение закона у Гегеля. Учение о сущности. В том, первый, а книга вторая науки и логики. Очень простой. Я вот советовал бы тем, кто не понимает, говорит, мне непонятно, там так трудно написано. Так а вы так вот читайте, как найдёте удачную формулировку. Вот её и запомните. И уже вы, так сказать, как бы знаток диалекции. Например, закон есть спокойное в явлении. Что тут не так? Ну, вот явление, оно же бурное такое. Представляете себе, на море там. Всё время волны. Шторм. Шторм, то всё. А вот там... В глубине. В глубине идёт течение. Оно спокойное. Оно течёт и течёт. Что там будет? Какие ветры, что там на поверхности? К этому не имеет прямого. Конечно, это как-то доносится. Может, это течение влияет на то, что наверху. Но вот оно спокойное в явлении. Поэтому то, что закономерно, это то, что не на поверхности, а то, что в глубине. Поэтому, если мы хотим понять вообще, что происходит, и если понять какое-нибудь явление, то мы должны углубиться в закон. А закон... Поэтому закон единственной борьбы противоположностей, это то, что в глубине. И то, что во всём есть. Но не все это видят. Хотя всем известно, что он есть. Не все видят, и они как-то иногда не понимают, а почему так происходит? Ну, так происходит, потому что закон такой есть. Закон единственной борьбы противоположностей. И вот Ленин, поскольку он изучал науку логики в очень зрелом возрасте. Вот я таких людей встречаю очень мало, которые начали бы изучать науку логики в 44 года. Ленин, когда всё запуталось в 14-м году, была революция в 45-го года, она оказалась той революцией отчасти удачной, в том смысле, что рабочий класс путём вооружённой борьбы в Москве, особенно во время вооружённого восстания, которое было организовано Московским Советом Рабочих, он добился того, что царь перепуганный издал указ о создании Думы. То есть, рабочий класс подарил своей борьбой буржуазии Думу, парламент. Это вот эта чернь и отребья. А так он всё время что-то должен делать, или хлеб добывать, или вот Думу добыл, он добыл. А что сделал буржуазии? Ну, некоторый Шмидт, например, помогал, он вооружил хозяин мебельной фабрики, он и рабочих вооружил. Это не лейтенант Шмидт, нет? Нет, Шмидт на разных буквы и т. Во-первых, во-вторых, он деньги дал через Горького большевикам большие, чтобы они пошли на дело. Большевикам именно, не меньшевикам. Потому что с деньгами как-то друга было у большевиков. Вот дал им Морозов деньги. Потом состоялся четвёртый съезд, соединённый большевиков и меньшевиков. И там избрали большинство, большинство в Центральный комитет меньшевиков. Они эти денежки забрали, естественно. Ну, они в Центральный комитет возглавляют. А потом снова опять разошлись, с четвёртого съезда уже. Меньшевики в одну сторону, большевики в другую. Большевики без денег, а меньшевики вот с этими деньгами. И тут там Ленин, вот можете посмотреть, столько он написал всяких писем, заявлений, требований, чтобы отдали. Это Морозов большевикам именно дал. Именно большевикам. Нет. Ни в какой. А тогда позвали немецких социал-демократов мирить. Мирить и как-то разрешать, потому что третейский суд. Третья должна быть сторона. Ну вот, ну что сделали немецкие социал-демократы? Первым делом сказать, давайте деньги сюда. Это брали у этих меньшевиков. И так никогда никому и не отдали. Молодцы. Поэтому русские деньги куда ушли? В Германию. А нам рассказывают про немецкие деньги вообще. Смешно даже, что наоборот. Вот сказка. Вы почитайте, это всё описано. Полное собрание сочинений Ленина. Это даже читать надо. Листайте соответствующие места. Вот после 4-го съезда что происходило? И сколько там Ленин писал, ходил, ничего ему не удалось. Хоть он и гениальный, и великий, но деньги мне отдали. Денежки уплыли. А вот молодцы эти самые германские социал-демократы, настоящие демократы. Фамилия известная? По-честному разделили, что вы затеяли эту... Вот раз вы затеяли грызню, значит всё, до свидания, денежки ваши ушли. Фамилии-то известны, кто денежки зажили? Нет. Нам неизвестно. Ну, не написано, кто фамилия. Германская социал-демократия. Круто. Так-так, и что? И после этого Владимир Ильич принялся изучать диалектическую логику. А вот Владимир Ильич не после этого. Он ещё долго, так сказать, он был в таком положении, что после революции 5-го года, контрреволюция, в партии началось такое брожение, тут уже Луначарский богостроителем даже стал. То есть, нужен Бог, вот он не первый у нас там наш губернатор, который к Богу обращается, потому что он смотрит на него, невозможно ничего решить. Так может, Бог поможет? Вот таким, если вам не приходит, что вот, ну, вот если Бог бы помог, то мы бы сделали. Поэтому надо или крестный ход сделать, или ещё где-нибудь. Вот бывают же такие случаи, говорят, на особо опасной дороге, да, значит, там, где много-много происшествий. Но если крестный ход провести, то не надо, может быть, асфальтировать, и не надо заграждения делать. Доверят, помогают. Не надо ставить эти знаки, что тут вот 40 или 30 километров, не надо, может быть, поможет. Но если другое не помогает, так кто-то может помочь. Вот, поэтому это понятно мне, почему так люди к этому приходят. Или вот мы знаем, что, скажем, люди больные, или которые ходили, ходили, мотались по всем больницам, там, поликлинисам. Безрезультатно видно, ну, кто, может быть, сейчас вот, сейчас привезут какой-нибудь кусочек. Ну, то есть, от безысходности. Да, безысходный кусочек привезут, а мощей. От труб. Ну, мощей, это усушеный, это как бы, ну, как вот в саркофагов было. Кстати, странно, почему они их не захоронят? Зачем они усушеные, зачем это хоронят? Ну, это же труп, по православному обычаю, он должен лежать под земли. Это вы намекаете. Погорячился, да? Да, намекаете, я знаю, куда вы хотите привезти. Не выйдет. Эту тему не будем, потом продолжим, так или немножко отойдем. Ну, короче говоря, значит, Ленин, раз все впали в реакцию, причем в том числе и большевики, очень многие, но не все, конечно, очень многие, он решил написать вот книгу «Материализм и импери-критицизм», очень серьезная книга, очень серьезная философская книга, где четко расписано, что такое материализм, что такое идеализм, что идеализма два. Один из них объективный, как у Гегеля, а другой субъективный. А субъективный, вот больше всех, мне кажется, понравится всем субъективный идеализм, это вот считайте, что я один только есть, а все вы – это у меня в голове. Ну, потому что все, что попадает мне в голову, проходит через мои органы чувств. Так? А раз они проходят про мои органы чувств, я могу считать, что у меня есть только вот я есть и мои органы чувств, а все вот тут смотрящие или находящиеся, это в моей голове, как бы во сне я вас вижу. Вы видели вот сон там, как все разворачивается, все хорошо, но просыпаешься, ничего этого нет. Я матерый буддист, это называется майя, то есть иллюзия. А попробуйте вы меня опровергнуть, и будет начнете опровергать все. Что вы опровергаете? Все ваши аргументы, они вот здесь у меня в моей голове. Что ты гоня? Нету, я только я. Поэтому там Ленин пишет, что это опровергнуть, его логически нельзя. Невозможно. Да, собственно, идеализм тоже логически, как его опровергнуть? Все на что вы опровергаете? Так нет, это все то, что вы говорите, это порождение абсолютной идеи, и вот то, что вы здесь сидите, и вот в стакане у вас, это все порождение абсолютной идеи. Сегодня у нас коньяк. Вот я и чувствую, что это коньяк, потому что почему вы не удержались и уже начали, а мне вот из-за того, что я сейчас говорю, вот мне и как не удается до этого дотянуться. И вот, когда началась мировая война, накануне мировой войны, все социал-демократы договорились, что мы будем выступать против войны. Как наступила мировая война, значит, люди же в парламентах сидят. Все это чинно, мирно, социал-демократы, в парламентах, представители рабочего класса, они на самом деле за интересы рабочих выступают, и они хорошее решение приняли против войны. И тут вот ставится вопрос, за военные кредиты будете голосовать, Дмитрий Юрьевич, или против военных кредитов? Если за военные кредиты будете голосовать, пойдете в правительство? Против военных кредитов пойдете на каторгу? Ну, вот вы думайте, как будете, все подумали, подумали, один человек проголосовал. Среди всех парламентариев, социал-демократов в Европе, вот этой культурной Европе, культурной социал-демократии, все проголосовали, кроме Карла Липхнефта. И пошли в правительство. И так они в правительствах до сих пор и сидят. А Карл? А Карл, естественно, в тюрьму пошел, на каторгу. Ну, наши большевики тоже. Ну, народ темный, они, значит, проголосовали против военных кредитов. Вот вся эта рабочая курья, даже при царизме-то еще рабочие были в парламенте, это сейчас нету почти. Но вот по списку Единой России несколько человек прошло. По спискам других партий никто не прошел. Вот. Ну, вот эти рабочие проголосовали, их сразу в Сибирь. На свежий воздух. А потом они вернулись в свое время, участвовали в революции, входили некоторые из них в военно-революционный центр по руководству восстаниям и так далее. То есть, не пропали. У нас это гуманно было. То есть, вам нужно отдохнуть, на свежем воздухе побыть и туда. Вон Сталин, сколько раз его отправляли на свежий воздух в Сибирь, он каждый раз возвращался в эти... С новыми мыслями. С новыми мыслями. И его снова отправляли, он все равно возвращался. Вот. И вот в 44 года Ленин, он начинает изучать науку логики. А почему именно науку логики? Почему не другие какие-нибудь философские течения? А потому что он, когда изучал, вот написал свою книгу «Материализм в мире», он понял, что самое великое произведение вот из всех философских произведений, которое привело в систему все то, что было в философии за 2000 лет. Вот вы предпочитаете какую-нибудь книжку прочитать или ту книжку, которую одну изучите, и там будет все. Ну, как это говорят философы в снятом виде. То есть, понятно, что там будет. Там то, что было целой одной системой, там у Спиноза, который считал, что он сразу идеалист и материалит. Просто природа и бог – это одно. Хороший же концепция. Конечно, вот, а для тех, которые сейчас вот там, вот просто у них просто бог. А тут и природа, и бог – это вот сразу можешь поклоняться и тому, и тому, и это все одно. И проще, и дешевле. Да. Вот. А это вот одна категория у Спиноза, что детерминация, если не раз в определении, есть отрицание. И взял из этого Испиноза Гегель и поставил категорию и так из других. И вещь в себе, у него есть Канта. То есть, то, что было у Канта долго-долго, Канта это все жевал и додумался до того, что ее познать нельзя, а Гегель над этим просто издевается, говорит, как же мы не знаем, что такое вещь в себе. Это то, о чем нельчай ничего узнать, ничего нельзя понять, то есть это пустая, неживая, никчемная абстракция. А настоящая вещь в себе – это то, во что мы можем проникать в это в себе и познавать его все глубже и глубже. Вот Ленин это понял, он знал это хорошо, он изучил широкий круг философских работ, широких современных для него и понял, что есть еще самая главная работа, которая заслуживает специального обучения. И он тогда, когда все запуталось, понял, что надо изучать науку о противоречиях. А как вы собираетесь разобрать противоречия без науки о противоречиях? Вот у нас сейчас вот идет, сейчас будет дискуссия, а президент сейчас будет говорить о том, о чем, и все без науки. Высказывать только мнение. Вас мое мнение интересует? Сомневаюсь. Ну, ваше, да. Других редко. А я вот именно поэтому не буду вам свое мнение высказывать. Потому что мне это даже неинтересно вам высказывать. Я вам, вы думали, что я что-то умное скажу, а мнение вам скажу. Ну, и это подорвать авторитет. Вроде как, пытаешься как-то его приподнять, он все раз и упал. Это просто мнение. Нет, мнение вот давайте не будем. Поэтому, если мы о чем-то говорим, так давайте будем говорить с каких-то научных позиций. Пусть, может быть, мы не во всем разобрались, пусть и в этой науке, как говорится, не все познано, но все-таки с научных, поэтому что-то сделано за, так сказать, всю жизнь человечества в науке. Неужели нельзя на основании науки какие-то вещи решать? Ну, что-то давайте мы возьмем из науки. Вот в связи, в том числе и с выборами. Например, на выборах что обсуждать? Кто будет президентом или что он будет делать? Ну, как вам кажется? Ну, хотелось бы, что будет делать? Так, может, посоветуем, что делать? Я вот смотрю, сейчас начинается дискуссия. Сейчас кого только они не выставили, там есть нешумные вот такие кандидаты, которые говорят, что мы скоро будем. Вот Жириновский обычно был всегда шумный, а сейчас какой-то тихий. А есть шумные, например, этот самый Собчак и, например, этот самый Навальный. Шумные. Я вот недавно, как будто он нам... Ну, вообще, если кто знает закон о борьбе противоположности, он знает, что те, кто имеет противоположную позицию, они вам все время помогают. Например, иду я вот к метро «Площадь мужества». Подходит, говорят, возьмите газетку про Навального. Ну, просто вот читали? Конечно, я внимательно, от корки до корки. Позвольте вас перебью, ездили на выходных в город Псков. Вы не добивайте, да. Там презентовали книжку свежую Егора Яковлева «Красный шторм». Ну, и попутно на следующий день, так сказать, придавались отдыху, вышли в центр города Пскова. Там административное здание, не знаю, что это. Перед ним, естественно, центральная площадь, перед ним, естественно, памятник Ленину. Под памятником Ленину стоит гражданин, который проводит акцию в поддержку Навального. У него там пара стендов. Ленин с нами. Да, да, да. У ног Ленина, значит, там пара стендов с какими-то лозунгами, у него там маленький мегафончик, значит, и пачка газет. Он всем газеты раздает. Народу он один. Больше никого. Там какой-то подросток еще пришел. Он пошел один. Ну, там десяток представителей органов внутренних дел. В чине там охранять, чтобы этого одного-то не задушили. От лейтенанта до полковника. Ну, они стоят в стороне, смотрят. Одна сотрудница была с видеокамерой, то есть фиксировала всех, кто туда приходит. Меня, например, зафиксировали. Мы попытались побеседовать с гражданином, гражданин беседовать отказался. Ну, постояли, посмотрели, никто не пришел. Вообще никто не пришел. Ну, кто-то народ. Ну, наверное, людям. Вот, я взял газету. А народ, потому что он... Мало, сейчас ждать это говорю. Ну, взял газетку, газетку вечером дружно почитали. Ну, вопрос, ты что предлагаешь-то? Что ты предлагаешь? Что нам надо обсуждать? Вот прийти там для поддержки, что ты предлагаешь? Ничего. Нет, неправильно. Не согласен. Как, во-первых, человек предлагает там увеличить расходы на медицину. Хорошо? Великолепно. Где деньги брать? Нет. Ну, что, вы хорошие, да, все хорошие, это сказать. Вы сразу хотите, вот, сразу хорошие как-то... Растоптать, растоптать. А есть же... Могу я сказать, что у него хорошие? Есть. Есть программе. Вы согласитесь? Есть. Второе. На образование. Я вот представитель сферы образования. Мне понравилось, надо поднять. Обязательно. И тут я тоже, вот, как вы, вот, именно, тоже, вот, думаю, ну, вот, первая мысль, а вторая мысль, а за счет чего? Да. Ну, мысль там очень интересная. Вы читали за счет чего? Он говорит. Не заметили? О, продавать надо природные ресурсы, естественные ресурсы. Вот так открытие. Распродавать Россию и повышать, и тратить деньги на образование. Так и это образование не будет никакого. Мне другого еще понравилось, что... То есть, больше никакого не развития машиностроения, там никакой повышения образовательности труда, не стимулирования. Да, зачем, так все хорошо. А, еще и мелкий бизнес этот, наверное, в ларьках будут делать подводные лодки и новый, вот, ПАК-ФА есть, самолет в пятом поколении. В каком ларьке или в гараже будут делать? Ну, поэтому... Ну, это детский сад. Мне еще понравилось призывы, что, а вот я стану президентом, и я всех жуликов и воров посажу. Хотелось бы поговорить про следствия, про оперативные разработки, в конце про суд, который независимый и вынесет приговор в соответствии с тем, что вы там на расследовали, кого ты там посадишь. А у диктатора хочет быть. Видимо, да. Ну, все равно, Дмитрий Ильич, хочу защитить его от вас. От меня. Что он всех жуликов и воров. Он только тех... Нет, только тех жуликов и воров, которые... У кого... У тех чиновников, у которых доходы больше, чем... Расходы больше, чем их доходы. Вот тогда, говорит, не надо даже разбираться, если у него расходы больше, чем доходы, у чиновников. То... Правильно, загребать и сажать. В этом что-то есть. Можно и закон такой принять. Ну, наверное, президент может продвинуть же закон. Но только у чиновников. А если я не чиновник, и у меня... Все в порядке. Миллиарды, десятки миллиардов, сотни миллиардов, не трожь. Вот... А можно поинтересоваться, откуда они взялись? Нельзя интересоваться. Это Ставленник олигархов. И если я Ставленник олигархов, так вот надо сделать так, чтобы было дешёвое государство. Вот олигархи дают задания и деньги этому самому. Ну, не прямо дают там через все необходимые формы. Я пожертвовать могу? Угу, конечно. Могу, вот просто вам... Многие жертвуют, да. На эти деньги Лёха отдыхает в Европе. Вот этот Лёха, значит, он Ставленник олигархов, поэтому вот чиновники не должны брать, иметь нетрудовые доходы. А нетрудовые доходы надо все оставить. На этом вот эту всю основу капиталистическую, когда есть не получение нетрудовых доходов, и рабочий класс, и христианство эксплуатируется, это всё надо оставить. То есть, это буржуазный кандидат, причём кандидат не просто буржуазный, а олигархический. И сама его задача совершенно утопическая, потому что кто реально борется? Кто сейчас сажает этих казнокрадов, кто сажает у нас взяточников? Ну, кто сажает? Ну, например, полковник Захарченко борется с коронавирусом. А кто борется с полковником Захарченко? Вот эти все структуры, которые там в чём-то они... На 9 миллиардов наборолся. Да, на 8. 8. Ну ладно, даже мелочи. Это только один Захарченко боролся, другие же тоже борются. Ну, вот собрать люди и сказать, что это у меня штаб. Снять помещение и сказать, что это у меня штаб. Вот мы с Димеем. И назначить. И назначить руководителя штаба. Играть в войну. Могу я играть? Конечно. А почему я не могу играть в выборы? Вот и играет Навальный в выборы. И ему в государство разрешают играть. Ты говоришь, пожалуйста, играй. Только вот не надо нарушать законы. Как если ты законы не нарушаешь, мы тебя не трогаем. А если не нарушаешь, то извини, пожалуйста. Вот будешь нарушать. А где нарушил, сразу раз тебя туда. Ты нарушал законы. Вот ты сейчас находишься на условном наказании. Ну и не можешь быть кандидатом президента. А играть в то, что ты в кандидат. Да и сумасшедшие могут убрать. Хорошего тогда, мало, только один Навальный. Другие, они, правда, тоже не могут быть, как сообщак. Не могут быть в самом смысле, что они никак не могут тянуть. Они вообще никакого, сказать, ничего, сказать, никогда не делали в государственной работе, делать не могут. И вот сообщак говорит, я свои личные 40 миллионов. Она как раз из тех, кто получает нетрудовые доходы, прежде всего. А правда у нас те, кто получает, говорят, это я зарабатываю. Захарченко тоже придёт доказывать, что это он где-то взял, а не заработал. А вот ещё такой Асмус, который заместитель председателя Ростуризма. Он 28 миллиардов заработал. Не заработал, а получил. Заработать нельзя много, потому что от трудов праведных, не наживёшь палат каменных. Вы посмотрите, сколько получают шахтёры. Вот я при всём, вот если я буду стараться работать изо всех сил на своей должности, ну никак я не могу больше затратить труда от своих жизненных сил, чем шахтёр. Ну никак я не могу. Поэтому вот у нас некоторая планка. Вот то, что больше, чем получает шахтёр, это уже не трудовые доходы. И если меня подкинет буржуазное государство, это уже часть прибавочной стоимости она подкинет. А вовсе не то, что я сам своим трудом заработал. Мы должны понимать тут, какой я смирил. Ну вот, возвращаемся к тому, сказать, что нам нужно. Что вот Ленин перед войной, когда вот такая сложилась ситуация, и запутанная, он понял, что если вы хотите распутать эту ситуацию, и посмотреть на эту ситуацию не только с точки зрения минуса, а с точки зрения, а как, может, нельзя ли вот в связи с этой войной выйти вообще из этой схватки, из этой вот смертельной схватки империалистов, и он, благодаря изучению науки и логики, благодаря тому, что он изучал вот эти противоречия и науку о противоречиях, он оказался мастером и тактики политической. А кто не изучает диалектику, он мастером не окажется. Не окажется. Поэтому и вот там Ленин специально, вот дойдя до борьбы противоположностей, и он написал специальный такой маленький такой, маленькое эссе, можно сказать, о том, что, значит, о диалектике, о том, что всякое развитие совершается в порядке борьбы противоположностей. Вот содержание закона о борьбе. Что это закономерно, что это не случайно, что вот вы со мной спорите, или я с вами спорю. Да любое дело, даже и вот любое обсуждение, все равно все движение совершается в порядке борьбы противоположностей. Только противоположности разные бывают. Бывают антагонистические, бывают не антагонистические. Один предлагает, говорит, это движение вперед, а другой говорит, прямо противоположностей, говорит, нет, вот это движение вперед. Одни говорят, назад мы не пойдем, идут только назад. Другие говорят, пойдем вперед, и тоже предлагают пойти назад. Мы, говорит, вот что-то сейчас умное сделаем, говорит Рамзан Кадыров, потому что если, говорит, мы сейчас перезахороним Ленина, то вот у нас сразу лучше будет. Ну, потому что они лучше ничего не могут делать, поэтому только могут перезахоранивать. Ну, если ничего другого не могут делать. Или, допустим, а давайте ещё Сталина в Грузию перенаправим. А вы спросили людей, кто захоронил Сталина? Вообще, как, вот, товарищ Кадыров, вы как относитесь вообще к тем людям, большинству российского общества, всего, в которое входит и Чечня, которые высоко оценивают позицию Сталина, и Сталин, и Ленин на первых местах? Это вовсе не означает, что вы не можете так считать. Считайте, я вам даже предлагаю, вот, соберитесь вместе с Ксюшей, у вас тут с позицией совпали, и сделайте, у вас участки есть? Есть, сделайте там маленький мавзолейчик, маленький Кремль. Это не запрещено, вот, только в рамках частной собственности. Там через забор будут люди смотреть, им интересно будет смотреть, как вы будете. Сделайте маленького такого Сталина, маленького такого Ленина. Ленина, значит, можете положить мавзолей, потом вытащить его, потом снова положить, потом вытащить, потом перезахоронить, потом снова. Вот, играть в это можете. А вот, скажем, если кто-нибудь придёт и скажет, давайте мы... Ах, плохо вот этот самый Рамзан похоронил Ахмада Кадырова, он великий человек, он остановил вот кровь большую, давайте его перезахороним, такой мощный сделаем, ближе к центру города, или мощный памятник поставим, давайте его перезахороним. А вас он спросил, вот вы его сын, вас спросил, как вот можно кого-то перезахоронить, не считаясь теми, кто похоронил? Уже нету тех, кто похоронил Ленина, уже нету Хрущёва, который вытащил из мавзолея Сталина и перезахоронил. Вот люди туда ходят и цветы, и туда пускают, когда Ленин открывает, можно идти и положить туда цветы, пожалуйста, каждый гражданин вам демократия подводит, можете не класть цветы, вас никто не заставляет, вот сделайте себе игрушки и играйте с Ксюшей и Собчакой. Родственники Владимира Ильича, они были за то, чтобы он в мавзолее лежал, или решительно? Жена-то не была против? Крупская-то она что, мёртвая, вы чего с ней не считаете? Она, между прочим, крупный партийный работник, она работала в газете «Правда», в отделе «Писем», с ней вообще считались, она выступала на съезде, между прочим, и не раз. Ну, как это взять, так вот и... Ну, хорошо, они родственники, а вот те люди, которые... Решил народ, который сделала революцию. Мне другое непонятно, а что изменится-то? Что изменится? Ленин это в первую очередь идея. Как что изменится? Изменится то, что люди прикрывают свою бездеятельность, не знают, что делать в России для того, чтобы она процветала, и это своё незнание дурацкими своими предложениями прикрывает. Вот, уважаемый Рамзан, прочитайте, Владимир Ильич Алинин, он больше всего в мире сделал для того, чтобы нации были свободны, все. И принцип самоопределения наций, который состоит не в том, что он предлагал отделяться одним нациям от других, он призывал всех соединяться в одно целое. Ну, как можно соединяться, если кто-то кого-то угнетает? Принцип самоопределения, он отрицательный. Нельзя силой соединять, силой нельзя. Вот вам это очень понравится, но вы это не читали. Вы почитайте, и Ленин вам понравится, и вы будете лучше, больше, более сильные государственные идеи. А сейчас вы демонстрируете свою, ну, я бы сказал, неграмотность. Ну, Сапчук, я о грамотности вообще не говорю, там даже об этом речи не может быть. Это же просто вот, можно сказать, превращение в президентских выборах, ну, в посмешище. Соответствие с её тезисами, мы с вами генетическое отребье, и рассуждать о ней не можем. Так, мы... Давайте вернёмся к Владимиру Ильичу. Мы возвращаемся к Владимиру Ильичу. Вот Владимир Ильич написал, что всякое развитие идёт в порядке борьбы и противоположности. Это первый тезис. Второй тезис, который надо усвоить, чтобы единство относительно, единство противоположности, без противоположности без единства не бывает. Если мы с вами спорим, значит, мы, по крайней мере, где-то или здесь сидим, или по телефону можем спорить, или по спайпу можем спорить, или через спутник, ну, как угодно, мы должны быть в каком-то единстве. Или, как Гегель говорит, что для того, чтобы вынести нарушителя успокойствия из храма, его приходится обнимать. Ну, и тот человек, который нарушителя успокойствия будет вытаскивать из храма, он должен его обнять. Или вот два борца в греко-рюмской борьбе, они идут, 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 и для того, чтобы начать бороться, что они должны сделать? Обнять. Обнять друг друга. Только тогда начинается борьба. Не бывает борьбы без единства противоположности, не бывает. Если этого единства нет и борьбы нет, какая борьба? А мы можем, вот скажем, как боролись Ким Чен Ын и Трамп. Видели, как они словами в Твиттере? Бац! Ты, говорит, такой-сякой, говорит Трамп. А ему отвечает, то есть старикашка. И вот после того, как Трамп убедился, что Китай и Россия не дадут съесть КНДР, и вообще, так сказать, спокойно как-то к этому относятся, говорит, да вы перестаньте такие вещи говорить, да вы что, успокойтесь, и давайте какие-то переговоры конструктивные, потому что они не запугаете, вы так, вы наоборот стимулируете создание ядерного руль. Если собираетесь уничтожить, так кто должны люди делать? Они должны обороняться, они готовятся к этому. Тем более, они насмотрелись и на Ирак, и на Ливию, и на Югославию. После того, как они насмотрелись, вы никакими их аргументами не убедите, они будут это создавать. Поэтому давайте вот думать, как решить эту проблему другим путем. И что дальше получилось? А потом вот уже затихла эта полемика, а потом Трамп пишет в Твиттере, что вот Ким Чен Ын, я хочу с тобой подружиться. Зачем ты называешь меня старикашкой? Я же не говорю, что ты маленький и толстый, а я хочу с тобой подружиться. Ну, вот совсем другой разговор. Но борьба, предположим, остается... Вот они вступили в единство какое. Ну, какая это борьба? Борьба такая чистословесная. Но она все равно предполагает единство. И это, так сказать, перед всем миром, это вот такая перепалка идет. Но это авторитет его прибавляет там тому же Трампу. Нет, у него и так сложное положение. А он такие вот вещи говорит. Значит, борьба противоположности абсолютно, говорит Ленин, а единство относительно. Вот что надо запомнить. И к чему это относится? Это закон ко всему. Вот об этом. Вот этот фрагмент. Я советую всем открыть 29 том, полное собрание сочинений. Найди там конспект науки, логики Гегеля, который тщательнейшим образом разбирает основные положения гегельской диалектики. И там найти вот этот фрагмент диалектики, где вот Ленин пишет о том, что диалектика, суть диалектики, понимание того, что все развитие идет путем борьбы противоположности. А есть и другие концепции развития. Есть такая концепция развития, что это круговое движение. Вот сейчас у нас что? Сейчас у нас ноябрь, потом будет декабрь, потом будет морозы. Уже сегодня минус 3, минус 5. Так вот, то есть круг. Да, вот оно по кругу идет, а потом опять вернется все, и опять ноябрь будет в следующем году. И все. А есть такое маятниковое понимание развития. Сейчас пошло все хуже, хуже, хуже. Надо пережить. А потом будет лучше, лучше, лучше. А даже Марксова теория кризиса, кто похожа на это дело. Она и на круговое развитие похожа, и на это, потому что, значит, вот сначала кризис, потом некоторое ускорение, потом подъем, потом замедление, и опять циклический кризис, циклический кризис. Правда, развитие все равно идет, все равно не получается. И вот Ленин подчеркивает, что на самом деле развитие идет по спирали. То есть есть какие-то моменты возвращения, есть моменты туда-сюда колебаний. Некоторые товарищи, так сказать, философы говорят, что это вот такое маятниковое движение развитие. То туда, потом сюда, то сюда, и сразу начинаешь задумываться, а кто там выключатель этот туда-сюда, стумблер, кто им управляет. Наверное, какие-то есть высшие силы. Сейчас неприлично говорить Богу, говорят, ну, это есть трансцендентное там, трансцендентное. Три вида бытия. Бытие вот это непосредственное, бытие наше субъективное, и вот там есть высшие силы, триада бытия. Даже так, все красиво, правда? Никто не говорит, там Бог, прямо так Бог. Ну, Бог, церковь, а тут возвышенно все красиво, философски. Дескать, ну, есть, есть, кто-то думает. Если мы вот сейчас говорим, значит, есть кто-то, кто дает нам говорить. Правда? И кто попускает это, есть же такие, да. Вот, поэтому, ну, и потом с Божьей помощью же легче говорить. Вот, конечно, видно. И никто не поверит, что без Божьей помощи вот такой вы создали этот канал, и можете так здорово это все делать. Вот сколько вы не доказываете, никто вам не поверит, Дмитрий Юрьевич. Основная масса, говоришь, что с помощью ФСБ, ну, ладно. Ну, это тоже как бы, это как бы Бог. Ну, ФСБ, когда оно так никакое, не конкретное, а такое абстрактное ФСБ, это федеральная служба, а это ФФ отправляем, служба безопасности. А вашей безопасности кто-то заботится. Это хорошо. Почему у нас в Ленинграде память к Дзержинскому есть? Потому что у нас безопасность больше, чем в Москве. Обратите внимание, у нас тише и спокойнее. У нас даже вот бомжей, я не видел, чтобы хоть как одного бомжа стукнули бы резиновой дубинкой, который называется регулятором демократии. В советское время этого не додумались до этого. А сейчас, а в Москве сколько раз я видел? Вот где-то ждешь этот поезд вечерний, вдруг, а там сидят и тихо, спокойно, бомжи, ну, греются, потому что голубь греем их. Они были инженерами, может быть, там, может, кто-то ученый был. Потом хотел дочке купить квартиру, деньги собрал. Потом, значит, цена этой квартиры выросла, уже не может. Он ту продал, а новый купить не может. А тут нашлись люди еще, и эти деньги отобрали. Он стал бомжом. Вот приходит, и раз, я говорю, без разговора, прямо по спине эти ребятки. Вот, ну, во всяком случае, вот у нас пока Дзержинский стоит, здесь все спокойно. Он даже лучше, круче, чем эти самые вот крестные. Он же стоит у здания нашего ФСБ в Санкт-Петербургах. Так что мы вот чувствуем себя вот... Если кто хочет цветы принести, никто не запрещает, пожалуйста, можно... Наш Палерный. Наш Палерный, да, да, все хорошо. Войнова раньше назывался. Вот, вроде бы, это самое главное, что развитие идет через борьбу противоположностей. А раз так, то, значит, в этом развитии, как в сложном таком явлении, есть две тенденции. Вот это люди уже обычно не знают. Вот, все это до этого как бы известно. Одна тенденция позитивная в развитии, это что такое? Это движение низшего к высшему, простого к сложному. Это более-менее знают. Так вот, одна тенденция в развитии, она позитивная, а вторая тенденция в развитии, она негативная. В одном и том же развитии. Две противоположные тенденции, две, и борьба их абсолютно. Пример. Про вас не будут, про себя скажу. Вот я тут разговариваю, разговариваю, как бы мы тем самым в ходе обсуждения развиваемся, да, и в том числе я развиваюсь, потому что когда другим объясняешь, и сам начинаешь понимать, потом конец, я и сам понял уже, вот зачем я отсюда пришел, да, разобраться хочу в законе, единственная борьба, а как я могу разобраться? Вот так стыдно будет мне, если я что-нибудь не то скажу, правда? А вот так если я у стола бы стоял своего, или в стенку бы говорил, это было бы не то. А тут ответственность-то какая? Все же будут пальцем показывать, смеяться будут, сказать, вот профессор пришел, цирк, что он говорит. Вот, поэтому для меня это большой очень рост. Но я ведь с каждой секундой становлюсь старше. Старше – это мягкая такая форма. Можем покруче сказать, что я ведь умираю. В каком смысле умираю? В самом прямом вот идет. Причем умирать я начал, самое печальное, вот с точки зрения вот этой вот концепции, единственная борьба – само рождение. Потому что если вы родились… О, нет, про вас не буду, я договорились, про меня. Если я родился, значит, умру. А если я не умру, значит, я не родился. Ну, не родился я, поэтому и не умру. Хотите, чтобы вы не умирали? Не рождайтесь. Это вот верное средство. Еще вот никто, ни один человек не умер, если он не родился. И наоборот, если кто родился… Обязательно умирает. Обязательно умирает. А некоторых ждет загробная жизнь. Нет, 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 некоторых не загробная. Вот те, кто что-то много сделали для народа, они вечно живые. Вот Ленин, вечно живой. Хотели быть вечно живым? Да неважно, он будет в Мавзолее, не будет в Мавзолее. Это для вот этого дела, но все равно книги-то остаются, то, что он сделал, остается. Это все в снятом виде, оно содержится. Ленин создал великое государство, в котором живет Кадыров и в котором живет Собчак. Ленин создал великое государство, которое, как его не разрушали, оно в виде России еще остается. И в этом государстве ход действуют отрицательные тенденции, представителем которых является Собчак, Навальный. Кадыров является представителем положительной тенденции, но в самой положительной тенденции, которая представляет Кадыров, есть отрицательные тенденции. И вот эти отрицательные тенденции, как говорится, ну как бы черт попутал Кадыров, он взял и брякнул. Сначала он сказал про Ленина, сразу соединился с Ксюшей, со всеми либералами, против которых он до этого выступал. Вот молодец. Это единство противоположностей. Вот оно продемонстрировано было. Если человек безграмотный, то он становится в единстве с противоположностью. А потом, я думаю, ну это не так страшно, с кем не бывает. Так он взял еще и про Сталина, решил прославиться. Ну прославился ты. Можно прославиться чем? Своим разрушением. Глупостей можно прославиться. Ну есть великие люди, вот Ленин и Сталина, они создали могучее государство, которое вам никогда не создать. Даже близко нет. И никто из ваших сторонников, никто не скажет, что вы можете создать такое государство. И близко к этому нет. И сколько вы его не разрушаете, оно все равно крепкое. Потому что Россия… Вынужден заступиться за Рамзана Кадырова. Вот я был этим летом в городе Грозном. И я вам замечу, что город Грозный времен перестройки, или как это назвать, я не знаю, двух войн от того, что сейчас, благодаря стараниям Рамзана Кадырова и его отца отстроен заново, город чистый, негодяев не видно, БТРы на перекрестках не стоят, блокпосты бетонные не установлены, люди ходят по ночам спокойно. В том числе русские замечут такие, как я. А я, Анатолий Юрьевич, хочу за себя заступиться. Я поэтому и сказал, что Рамзанов не представитель негативной тенденции, он представитель позитивной тенденции. Так точно. Но в самой этой позитивной тенденции есть негативная тоже тенденция, и она вот есть, черт попутал. Вот поэтому, Шайтан, а, Шайтан, да, ну черт, да, вы перевели так на близкий язык. То есть, во всем есть две противоположные, нет такого развития, в котором бы не было двух противоположных. Можно, конечно, их не видеть, можно их не искать, а вы поищите, во всем найдете. Вот я, например, много-много буду читать. Это же хорошо. Смотря что читать. Нет, хорошие книги буду читать. Вот я, и я вот будучи студентом, иду такой вот опечаленный, что надо это изучать, это и читать, и так много надо читать, все надо доказывать, так сложно, так тяжело. Встречает меня профессор Никитин. Так посмотрел, а у него такой старый драный портфель, весь с книгами, вот сверху так вот. Сыпан, так он с ним и сидит, и маленькая комнатушка, и там все книгами завалено. Он так смотрит на меня, говорит, Миша, ты что-то плохо выглядишь? Я говорю, а что? Ты, наверное, много читаешь. Я удивился, говорю, а что, это плохо? Ну, конечно, говорит, ты разучишься думать. Правда. Правда? А теперь я советую студенту, вот вы, у вас, допустим, есть 10 часов, что нужно делать? 5 часов читать, 5 часов думать. Не выполняй же. Это непросто. У вас есть 2 часа, 1 час, ну, мало. Говорит, да когда думай? Так, 1 час читать, 1 час думать. У нас есть полчаса. А у нас есть такие люди, говорят, когда думать, трясти надо. Вот если не будете думать, то вот то, что будет прочитать, то не будет усвоено, и не будет обдумано. Поэтому думать-то надо, потому что чтение нужно, ну, как пищи для ума. Так, если вы не думаете, это уже не пища, это у вас просто загромождают этими всякими знаниями, и когда ты много их потребите, будете потребителем знаний, а никогда не будете ученым. Это я в детстве еще заметил, я все время читал, я ездил из школы домой, мне далеко было, я не прыгнул, читал, я в автобусе, в трамвае, и когда шел, я тоже читал, 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 а потом как-то вдруг так получилось. Все начал обдумывать. Я не читал, и внезапно я заметил, что, оказывается, можно еще думать, что прочитал. Ну вот, собственно говоря, вот закон, почему значит закон, закон это не юридический закон, его не отменишь, и никто и не пытается, я не слышал, чтобы кто-нибудь посягал на этот закон, то есть как бы он всем известен, можно о нем не говорить, можно его игнорировать, как вы игнорировать, но делать вид, что его нет, но он на самом деле есть, и он во всем, поэтому все, что мы не возьмем, можно с позиции этого закона объяснить. Но, значит проявляется он в общественных делах, или только он в физике, в химии, в другом, нет, проявляется, проявляется в общественной жизни, как он проявляется, а в общественной жизни он проявляется, как классовая борьба, в классовых обществах. А кто классную борьбу открыл И классы Ну, об этом уже нам приходилось говорить Что эту классную борьбу открыл не Маркс Маркс в письме Коненкова Открещивается, говорит, нет, нет, нет Классную борьбу Открыли, не надо, дескать, мне этих самых Приписывать, то, чего я не делал Классную борьбу открыли Французские буржуазные историки Английские экономисты, имеется в виду Смит и Рикардо Они эту классную борьбу Раскрыли и анатомией этой классной борьбы Экономической анатомией А кто такие, что за экономисты, это Ленин пишет, это Тьерри, Минье и Гизо, историки французские. Историки, которые буржуазные, буржуазные историки, которые выступили против феодальных историков и доказывали, что управлять государством могут не только благородные, или, как сейчас бы, например, сказали, только тем, но много денег, а и те люди, которые являются неблагородными, то есть все могут управлять государством. Поэтому это вот великое открытие буржуазных ученых Тьерри, Минье и Гизо. Вот памятник кому бы поставить. Хотя тут поставили памятник репрессированному, а Тьерри, Минье и Гизо не поставили. А репрессированы это те люди, которые у нас боролись против советской власти, или те, которые, будучи представителями советской власти, невинных людей сажали. Их тоже репрессировали там. Ижова, репрессировали Егоду. Им тоже памятник. Это все вообще памятник. Как жертвам репрессий. И теперь стоят. Они же все попали. Иберия тоже, который уменьшил число репрессированных, как только пришел. И ему память. Ну вот общий же памятник. Всем репрессировали. Неважно, кто репрессирован. За что? Кем? Ставим. 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 А что такое вообще? Вот если я не только читаю, еще думаю. А что такое репрессии? Подавление. Если я подумаю, пресс. Переводим на русский язык. Довить. Репресс. Подавлять. Так. Скажите, пожалуйста, вот кто меня слушает и смотрит нас. Вот скажите, в каком-нибудь государстве, которое вам известно, было такое, чтобы правящий класс не подавлял своих противников? Нет такого и быть не может. Иначе государство у нас будет конец. Давайте пройдемся. Значит, вот рабовладельческое общество подавляло еще противник? Как оно подавлялось, про так? И как оно его не подавляло, все равно есть команда «Спартак» у нас. Правда, вы же «Спартака» нет, а команда «Спартак» есть. И советский спорт, кстати, есть. Советского Союза нет. Советов нет, а советский спорт есть. Вот как не подавляли, все равно остается в дальнейшем что-то от этого. Так вот, ни разу никак не приветствовали «Спартака». И вообще, что делали с беглыми рабами? Возвращали и могли при возвращении, при попытке к бегству уничтожить, они стреляли, а ножом зарубили, простите, мечом зарубили. Или вернули, а по закону и Рима, и Афин, Греции древней, рабовладелец может раба убить. Почему? А это представитель вот того племени или того государства, с которым мы воевали. Он враг. Поэтому я могу оставить его живым, а вы не оставите. Брат, я могу. Вот вам вернули в раба, а вы уж решаете, что делать с ним. Ну, тем более, он купленный, это же имущество. Он или купленный, или завоеванный. Да. То есть, я могу завоевать в бою. Это вот тот, он может быть там царем был, а здесь у меня он раб. Вот будет себя плохо вести, зарубим, и все. То есть, подавляли рабов. Но, вот те, кто так изображает это вот общество рабовладельческое, они как-то вот ущербно изображают, потому что во всей этой борьбе они берут только противоположное. А единство вы чего не берете? А разве раб не в единстве? Во-первых, рабовладельцы рабам сохраняли жизнь. Главным образом. Это раз. Во-вторых, рабовладельцы работали на рабовладельцев и на себя. Ну, кормили-то всех кто? Рабы. В-третьих, а если бы не было такого разделения, и не было развития наук, искусств, которые пользуются потом вся цивилизация, вот если бы не было разделения на рабовладельцы и рабов, так бы не развились науки и искусства, потому что для того, чтобы заниматься наукой и искусством, надо разделиться на тех, кто добывает хлеб, и тех, кто ест этот хлеб, и не просто ест, как сейчас нынешние олигархи, а что-то такое делает положительное для общества. И разве нельзя сказать, что вот когда появились крупнейшие рабовладельческие государства, правящий класс рабовладельцев, они ведь организовали строительство и водопроводы. Хоть и говорят, построенные рабами мира Рима, но этот водопровод, надо было организовать строительство, план, проект, надо было собрать этих работ, направить, это большая работа, а какие выдающиеся там архитектурные произведения. Акрополь, посмотрите, это голубель человечества, такая красота. Я замечу, что эти самые водопроводы, акведуки, акведук, это водопровод, что эти самые акведуки и римские дороги, обращаю самое пристальное внимание всех заинтересованных, они построены людьми настолько неквалифицированными, то есть это вот настолько бестолковая рабочая сила, а две тысячи лет стоит и исправно функционирует. А откаты брали тогда? Конечно. Все равно стоят. О, как же, да, да, да. А потому что единство противоположностей. Вода течет до сих пор, вот фонтан трави в Риме есть, вот в нем булькает вода из акведуков построили в 2000 году. То есть можно пить, настолько она хороша. То есть мы можем констатировать, что класс рабовладельцев был прогрессивным в свое время. В свое время безусловно. Был прогрессивным. Он прекратил эти просто межплеменные войны бессмысленные, когда просто друг друга убивали. Ну, те люди, которых раньше убивали, они теперь были рабами. Они выжили, они строили дороги и так далее. Их спасли от того, чтобы их просто зарубить. А почему? А потому что пока была такая производительность труда, что я могу только себя прокормить, и вы меня поймали. Бессмысленными, мы не можете меня сделать военнопленным. Потому что если вы будете меня кормить, то вы умрёте. Смысл? Смысла нет никакого. Как только я могу двух человек прокормить, вас и себя, тогда можно уже меня оставлять в живых. А до этого, говорят, вот какие были жестокие нравы. Да не нравы были, а средства производства были еще не развиты. То есть вот ситуация. Значит, правящий класс развил науки и искусство. Но он со временем, вот сейчас стал передавать рабам. Давайте, и вы пишите драмы, там, и зоб уже из рабов вышел, там, вы будете этим заниматься, вы этим. Управляли уже рабами и рабы и так далее. А эти предавались только пьянству, разврату. И вообще разучились воевать и разучились двигаться вперёд. Ну, тогда они пали под ударами варваров. Пропали эти достижения, которые можно приписать вполне не только рабам, которые непосредственно осуществляли труд, но и тем, кто организовывал труд, и тем, кто занимался науками и искусствами, рабовладельцам пропали, не пропали. Они всё равно новые государства, они уже не восстановили это. Что вот, скажем, уничтожили это государство? И новое рабовладельщико появилось государством? Нет, появилось феодальное. А феодальное государство? Это уже просто, можно сказать, почти наши современники. Почему? Потому что мы живём вот в городе, где самые красивые здания построены при феодализме. Вот будете спорить? Не будете? Нет. Совершенно. Вот уже при капитализме какие-то кирпичные какие-то коробки наставлены. Заводы, да, заводов много построено. А вот эти дворцы, возьмите хоть Исаакиевский собор, хоть Зимний дворец, хоть творение, расстрелили Смольный собор. Правда, там не один расстрелили, строил. И Монферранову тяжело было, колонны особенно поднимать, одному, конечно, было тяжело. То есть, там много народу было. Или, если вы возьмёте, форты при Петре построены. Это вот перегородили весь Финский залив, форты, а между ними реже подводные стены. И больше никто даже не сувался, не пробовал на кораблях подходить к Ленинграду, Петербургу, как хотите называйте, уже сюда не пройти. Поэтому даже наши корабли, с них пушки снимали и, так сказать, вставили, чтобы они дальнобойной артиллерии помогали бить по немецко-фашистским позициям. То есть, вот такое развитие было в период Орголадения, а в период феодализма разве не было развития? И что делал феодальный? А если бы убегали крестьяне, их ловили? Назад. Назад. А если они восставали, что с ними делали? А то же самое, что сделали со Спартаком, когда он восставал. Убивали. Кондратьев Гулавин, Степан Разин, Емельян, Пугачёв. А банкет был в честь встречи Пугачёва? Не было. Почему-то нет. А цветы не давали Степану Разину? Не было. И он пришел дать вам волю, а он-то пришел дать волю, а ему дали волю, а его, понятное дело, репрессировали. Это же все репрессированные. А это вот они, наверное, памятник поставили, знаете, кому? Вот всех, кого это Спартаку, там имеется в виду подрепрессированными, Спартаку, Булавину, Пугачёву. Да? Все, по-нура, но если это всем репрессируем, давайте всех, кому репрессируем. Не тех, кто освобождал, допустим, концлагеря, им что-то памятников очень мало. Потом вот 9 миллионов у нас с оружием в руках сражалось против фашизма. Им всем поставили памятник? А давайте жертвам, вот если я попаду, вот сейчас поговорю, и попаду под трамвай. Я не настаиваю, чтобы мне поставили памятник, то что-то как-то нелепо. Я не настаиваю на том, чтобы водителю трамвая поставили. Ну, вообще, как-то памятник жертву ставить, памятники всем ставят, ну, всем, кто жил, ставят родственники на кладбищах, это нормально. Ну, память, они помнят о них. Потому что для родственников неважно, что я делал, может, хорошее, может, плохое, ну, это я же свой, а вот для общества, вот кто много сделал, там и память. Вам немедленно возразят, а вот, например, там вот, какой-то террорист забрался на дискотеку, взорвался, там, убил 50 человек, вот стоит памятный знак, что здесь, на этом месте там. А знаете, для чего террористов теперь не казнят? Чтобы когда они под это памятник не подходили, чтобы не примазывались к тем, кого взорвали. Не понял. Ну, если бы его вот расстреляли за то, что он устроил такой взрыв, он бы тоже был репрессированный. Правильно? Но его все равно посадят. А, да, все равно, а, репрессент, то есть он тоже, то есть сразу всем сделал, и тех, кого террорист убил, и этому террористу, который их убил, и им общий памятник. Они слились в единстве. А Маяковский говорил, давай, пусть нам общим памятником будет построенный в боях социализм. А вот памятником всем репрессированным будет разрушенный, без боев социализм. Вот же есть памятник. Вот то, что вы получили огрызок такой, у нас было 300 миллионов, и мы были на втором месте в мире. И мы первые вышли в космос, и первые сделали ракету, и первые сделали водородную бомбу. А теперь мы на 14-м месте по уровню ВВП. У американцев 17% мирового ВВП, а у России 1,7%. Ну, как это... На 14-м месте мы... Как это говорят дети, даже не в 10-м. Вот это памятник. Вот это памятник тем, кто разрушил Советский Союз. Вот это вот такой гораздо более грандиозный памятник. Это круче, чем Ельцин-Центр. О-о-о, за 9 миллиардов. Захарченко один столько, но... Да, Захарченко тоже памятник. Видимо, тоже хотелось бы сделать себе памятник, но тут вмешались какие-то силы, и все нарушено. Короче говоря, о буржуазии она тоже репрессировала своих проседников? Или она вот сейчас у нас же буржуазная Россия? Буржуазная. Ну, давайте мерки какие-то будем брать для оценки современной... Наша любимая. Давайте посмотрим на историю Великой Французской революции. Да, и что они делали? Репрессировали сторонников реакции. Рубили бошки на Гревской площади. Нет, не рубили. Они отрезали гильотины. И все это делалось механически, чтобы быстрее и больше отрезали. Уже не справлялись. Не справлялись. Так рубить это вот... Владельцы рубили их подручные. И это рубили эти феодалы. Да, там, да, отрубали голову. Нет, тут механически делалось. Это уже развитие производительных сил дошло до того, что это делали. И кто в этом участвовал? И Рубиспер в этом участвовал, и Марат. Марат остался. Ему еще дань какого-то уважения есть. Но, наверное, не потому, что он именно участвовал в этом. Или в репрессиях. А дело в том, что Марат продвигал позитивное, прогрессивное. И Рубиспер продвигал, продвигал, пока его не переименовали, эту набережную Рубиспер в Воскресенскую. Потому, что там церковь была какая-то Воскресенская, и пусть и будет Воскресенская. А Бог с ним с этим... Хотя мне вот непонятно. Какая вот у нас странная буржуазия. Она не уважает своих, так сказать, каких-то... Достижения тех, кто их прижил вообще к власти. Буржуазия, кто же царство буржуазии-то открыл. Те же самые Марат, Рубиспер, там еще Дантон. Давайте где-нибудь Дантону сделаем память. Ну, чего же? У этого нету. Вот они озабочены какими-то мелкими делами. Давайте, говорит, табличку на доме, где жил какой-нибудь репрессированный. А вы поставьте табличку, 9 миллионов табличек, на домах, где жили участники. Не просто участники Великой Отечественной войны, а вот те, которые... Кто отдал жизнь за то, чтобы мы жили дальше. Хотя и участникам можно тоже поставить. Тогда очень много будет. Я не знаю, как бы так много будет. Тяжело. На этих таблетки придется все будет, на табличке будем работать. Тогда, наверное, чтобы меньше было, тогда давайте только на репрессированных будем тратить деньги. Как-то это все очень мелко выглядит. Вот нет у нас сейчас никаких проблем, кроме как вот кого-то перезахоранивать, переименовывать улицы. Искорбить по немецким ефрейторам, которые невинно сгинули в советском тылу. Ну так вот, давайте поставим себе вопрос, любой человек поставь себе вопрос. Так вот, буржуазия репрессировала своих противников? Конечно. Ну вот, а дальше вот Ленин в государстве революции... С этого начала и этим продолжила. Маркс, который отмекивался по поводу того, что не он разработал теорию классовой борьбы. Он сказал, что я вот, что я сделал, это вот состоит в доказательстве следующее. Первое, что вся история, ну имеется в виду классов общества, это история классовой борьбы. Раз. Вся история, и только через эту призму, и нужно ее рассматривать. Если вы через эту призму не смотрите, вы глубину не берете. Вы берете поверхностные какие-то факты, осколки, щепки и так далее, и у вас нецельная картина получается. Раз. Второе, что эта классная борьба ведет к диктатуре претряда. А через что она ведет? Через диктатуру сначала рабовладельцев, потом диктатура феодалов, потом говорят, диктатура буржуазии. Это не власть, это диктатура. Вот открытие сделали. Ну, почитайте вы государство революции Ленина, там вам объясняют, что всякое государство – это диктатура соответствующего класса. Вот, говорит, вот у нас сложилась диктатура. А вы что хотели? Да у нас диктатура никогда не прекращалась, начиная с рабовладения. Вы хотите прекратить диктатуру? Становитесь коммунистом, создавайте диктатуру пролетариата. Диктатуру пролетариата пускай уничтожают все классы. Когда классов не будет, не будет государства. А раз не будет государства, которое есть орган диктатуры, не будет диктатуры. То есть, кто против диктатуру? Ну, если они последовательно против, то они должны бороться, создавать социалистическую революцию. Вам никто это не запрещает. Революция вообще не спрашивает. Можно и быть? Нет. Ни одна революция ещё не спросила у прошлой власти. А как же деньги немецкого генштаба? А деньги немецкого генштаба, если они куда-то вкладываются, то они какую-то роль играют. Правильно? Надо понимать, что революции не делаются по заказу. Никогда. И поэтому, если кто хочет остановить революцию, тоже это не получится. Но тут у граждан происходит подмена понятия. Они государственные перевороты всё время называют революцией. А вы не обратили внимания? Я слушал внимательно, когда было 7 ноября на Эхо Москве. Переворот. Как будто они собрали всех и сказали, что кто скажет слово революция, уволим. Уже на второй день уже можно было революцию говорить. По-старому будем говорить, революция. А так переворот. И это правильно. Вот это переворот же был. Вот я, скажем, когда объясняю, что революция, когда мне говорят, что революция – это качественный скачок. Я говорю, ну вы даёте. И вот, значит, если чайник вскипел, это скачок же. Потому что было жидкое состояние, а стало безобразное. Это скачок. То есть не всякий скачок революции. Обязать должен быть переворот. Но бывают дворцовые перевороты. Перевороты в рамках этого же самого класса. Правящие классы – одна группировка этого правящего класса. Сменяет другую. Задушила другую группировку и поменила. На Украине. Или в Зимбабве. Или в Зимбабве. Ну там как бы этот переворот, потом стали оформлять уже, что он сам по своей воле написал письмо. Да. Ну надо понимать, что это первое. То есть, конечно, каждая революция, ребят, но это в чём переворот-то состоит? То есть, что тот класс, который был подчинённым, становится правящим. А тот, который был правящим, становится подчинённым. Правящий класс осуществлял свою диктатуру, а теперь он будет подавляемым, репрессируемым. А тот класс, который становится правящим, будет его репрессировать, подавлять всех противников, ну как власти действующей. Обязательно всякая власть подавляет своих... Та власть, которая не подавляет своих противников, больше не власть. ее разгоняет, у нее все разбирают. Это вот даже интересно, вот у людей на глазах все это происходит, вот Украина, там все на глазах происходит, вот пришли к власти, что сделали? Немедленно запретили коммунистическую партию, запретили. Правильно сделали? То есть, для того, чтобы сохранить собственную задницу, конечно, правильно. То есть, репрессировали. А как власть? Они же гоняли за этим Януковичем, гоняли за действующим президентом законных, и он же избрали, и думали, ну вот ее тут подлетели вертолеты, его забрали, и спасли. Спасибо, спасли его. И он законный президент? А этот самый Порошенко в результате переворота? Да. В каком классе? Вот этот самый Янукович, он какой класс представлял? Буржуазию, понятно. Ну, буржуазию ориентировано на Россию. Да. Больше. 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 Ну, так, слабо ориентировано. Ну, так сказать, половина туда, половина сюда, ни туда, ни сюда. Ну, скажем так, он был не такой, как ныне пришедший к власти. Нет. За кого он там это... А вот пришли люди, которые сориентированы на Соединенные Штаты Америки однозначно. И это однозначно, они бы, конечно, прекратили пребывание флота российского в Крыму. Однозначно. И позвали бы американцев. И позвали бы американцев. Они часто все время просят, дайте нам летальное оружие. Кого собирается убивать? Русских собирается убивать. Русских, естественно, да. И после этого вы хотите, чтобы русские были не на готове? Ну, это же невозможно. Это же невозможно. Ну, да вы посмотрите, что они говорят. И что пишут. Потом говорят, к нам будут приходить все люди. И пришли черти кто, этот самый Саакашили. Он же преступник, его на родине. Разве вы преступника поставили Одесскую область. Ну, Одесса, там же всегда анекдоты были. И анекдотический получился там. А теперь вот очень смешно было бы, если вот Саакашили проведет там переворот, и будет президент. Прекрасно было бы, я считаю. Ну, как вот. Это вот относится к закону единственной борьбы противоположности. Но кто не нравится это ему, чтобы не было диктатуры, вот Маркс и написал, что вот всякое, значит, что классовая борьба, всё, история развивается через классовую борьбу, это первое. Что классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата, неизбежно. Неизбежно она и ведет. Ну, вот здесь потерпела поражение социализма, вот там, ну, в Китае зато. Потом все изучают, вот, скажем, российская газета, четыре полосы выделила про съезд, 19-й съезд Компартии Китая. С большим серпом и молотом на развороте, всё прекрасно сделано. Почему? Ну, потому что вот это прогрессивно, и спастись можно только вместе с Китаем, иначе американцы нас добьют. Почему добьют? Потому что у нас тут паритет, паритет, но у нас всё-таки 1,7% ВВП американцев, они могут потратить половину, скажем, из того, что они, конечно, имеют, на то, чтобы портить, так сказать, нашу жизнь. Они и так их очень сильно портят. Ну, а вот вместе с Китаем, ну, что вы нас пугаете санкциями? Ну, Китай, во-первых, мы всё туда можем экспортировать, он с удовольствием берут, и оттуда мы можем импортировать то, что нам не дают. Поэтому говорят, мы в кольце врагов, как мы в кольце, когда мы в полукольце. Ну, вы хоть соображаете, вообще немножко смотрите. Есть гигантская дыра, да. Ну, да даже не дыра, это полукольцо. Как мы, пожалуйста, у нас самые дырки, и с Иран, там, и Турция. Это же они маленькие государства, между прочим, Иран, и же Персия. Вы что, это великое государство? 90 миллионов человек, если я правильно помню. Да, вы в одном Вьетнаме 90 миллионов, я видел, встречался товарищ нашим, Идведев, руководитель государства диктатуры буржуазии с генеральным секретарем Компартии Вьетнама. А что его туда привело? Как что, жить хочется? Хочется, хотите жить, идите туда, потому что, а вас там, понятно, что пресс-социализм не чреват войнами. Империализм чреват войнами. А вот коммунистический Китай напал на коммунистический Вьетнам, вы помните такое? Как объясним? Это объяснить тем, что они, во-первых, один не вполне коммунистический, второй не вполне коммунистический. И Китай в переходном периоде, там, 45% частный капитал и 55% госсектор социалистический. А Вьетнам, у него вообще юг весь был капиталистический. И сам Вьетнам тоже в переходном периоде, он тоже. а если он в переходном периоде там есть самый капиталистической но немножко между собой поцапались и перечня что мы на даманском не поцапались вообще все плохо сам или после этого дружим сейчас пытаемся то есть кстати очень смешно вы знаете на свою дружбу без драки нет настоящую другу иногда люди подерутся и потом дружат уже поэтому я не думаю бывает дружат подерутся а потом опять дружат да а бывает разведутся от муж женой сегодня я слышал как раз жена этого самого рассказывала одного из известных деятелей культуры что он ее била она с него развелась с ним а потом подала заявление снова и снова они живут хорошо так что бывает совет до любой совет к любой вот так что как-то вот если кто-то понимает закон единственной борьбы расположенности а вдруг вот мы сейчас вот вам что-то не понравится что я скажу вот этой вот кружками раз по голове может быть такое что вот остановит вас то что это все показывает может быть вы специально чтобы раз все показывает чтобы никто не говорил там не придумал какой-нибудь ерунду да что что вот вам вы дубины меня стукнули а только вот ну как вот жириновский он жал и плеснул какая ответственность если в меня сейчас приснете уже остыла у вас все так вот я горит смотрю на михаил василища он весь побледнел так когда будете писать объяснение я раз ему в лицо чтобы в себя пришел и он нажил и продолжается все и все а ну все нормально выберут поэтому что уж так вы драматизировать и то есть это мы говорим о законе борьбы противоположностей не для того чтобы эти противоположности драматизировали это надо их видеть везде но не входить в такое состояние что кошмар кругом противоположности все борется все борется да и за жизнь надо бороться вот вы когда встаете не надо было бороться и от будильником боролся когда экзаменами а были мне нужно два часа поспать остальное подготовиться если вот я его поставлю около себя я же нажму на кнопочку за выключу я на стол поставил я все равно подбегал на стол и выключил ну что делаете двойку получу я тогда раз на шкаф в углу там я вот слышу звенитая метались по всей комнате наконец вот он где злодеи раз но уже все я уже набегался по комнате уже тебя не заснуть . надо бороться каждый кто встает уже борется со сном не знаю кто у нас высыпается никто не высыпается еще бы поспала каблак как надо бороться надо вставать потом на работу и тех не хочется но даже бороться она люди идут же сработаете хочется надо с тем что хочется надо бороться то что надо доделать сейчас вот неприлично уходить раньше чем начальник начальник 12 придет 10 уходит а вот кто-то за собирался хочет 6 уйти потому что якобы у него 8-часовой рабочий день еще но он у вас истек а вот если вы уйдете раньше истечет ваша работа здесь в этом учреждении так что вы думаете а этого я вас ничего не принуждаю вы просто из любви к этой работе их нашей фирме вот и из этой любви остаетесь еще работаете то так что это все все у нас сплошная борьба кругом и вот маркс говорит что вот эта классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата а это диктатура пролетариата представляет свой переход к обществу без классов коммунизм вот кто против классовой борьбы кто не хочет чтобы была диктатура пролетариата должен двигаться вперед к уничтожению класса ну не будет класса не будет следовать на государство почему то что государство ну кто этого не знает я не все сейчас вот спросив все сдавали все знают что государство это организация господствующего класса для подавления своих против но и для репрессирования другими словами хотите так говорите мягко для подавления хотите правдиво для За репрессирование. За репрессирование своих противников. Не хотите, чтобы было государство? Так вы приближаете и в момент. А вы что делаете? Вы усиливаете социальное неравенство. А раз социальное неравенство, значит люди хотят отнять. У кого отнять? У беднякова будете отнимать. Вот мы, например, люди бедные, мы сейчас совершенно защищены. В буржуазном обществе совершенно защищены. Но кто будет нападать на мою квартиру с картонной дверью? Он как увидит, что картонные. Плюнет и пойдёт выше этажом. Потом у меня нет решётки на окнах. Ну что к этим людям не есть? Кондиционер не висит. А этот не висит, вот этот круглый антенна не висит. Ну что к этим людям? Ну сейчас же эти все, которые киллеры, они же серьёзные люди. Они сначала изучат, посмотрят, вы не руководители какой-нибудь фирмы. А сколько у вас какая собственность? Тем более всё это доступно. Ну хоть понятно, что грабить, да? А так просто, ну это же, ну как-то не надо упрощать-то. То есть я вот встречался с таким, говорю, вот раньше нас на революционеров нападали. И мы были жертвой, нас ссылали, тюрьмы, ссылки. Сейчас вы на переднем крае, вас же стреляют, вас же убивают. Вот устрелили, он от Вороненков. Уехал на Украину, вроде счастливый случай. От этой тирании российской избавился. Так это и он там, у него там всякие дела были, и много было компаньонов, а он хотел их обмануть. А он как раз попался туда, где он попался на мишени, его застрелили. И найдут, думайте, кто убил Вороненков, сомневаюсь. Там, ну типа искать не хотят, так скажем. Поэтому не найдут. Вороненков, он из своей стороны убежал, в другую берегу, он там не нужен никому. Ну это как майданные снайперы. Сразу спилены все деревья, которые... Непонятно, ничего нет, ничего не было. Да, так же было и у телецентра, как известно. Да, да, да. Лития. Обидно по траектории, что стреляли вовсе не с того места, где могли быть войска. Значит, что мы получаем? Хотите убрать диктатуру, подавление, репрессирование? Убирайте это все. А если есть государство, будет репрессивный аппарат? Ну назовите мне государство, в котором нет репрессивного аппарата. Что должно быть? Армия должна быть, которая в случае необходимости, внутренних событий тоже участвует. Всегда, когда надо, как скажем, пиночет. Он кусил ее в ход. А если нельзя, значит будут созданы особые подразделения, которые будут участвовать. А особый будет режим, будет режим чрезвычайного положения. Это все можно. И так. И так, можно раз. Внутренние войска очень хорошо оснащены. Очень хорошо. Они везде есть. Есть, есть. Ну, само собой еще есть. Искать, я болею, это само собой и так далее. То есть это есть в каждом государстве. А их функция подавляет? Подавляет. И худо удивляет. Мы должны выступать против репрессий. Ну, как выступать? Вы за репрессии выступаете. Вот Навальный, он выступает, во-первых, за репрессии. То есть он за государство современно. Он хочет его освободить от коррупции. Хочет. Будем поверить в него, что хочет. Но он же не против капитализма. Он за то, что был капитализм. Если капитализм, то я, если капиталист, какие у меня интересы главные? Я должен свои интересы защищать или и общественные? Личное богатение. Личное. А так, если я должен защищать личные интересы, я принципиальный человек, я буду... У нас сейчас какой принцип в нашем обществе капиталистического? Принцип приоритета личных интересов. Я стал министром, как Улюкаев. Что я должен делать? Набивать себе карманы. Четыре кило колбасы и два миллиона баксов. И там, мы знаем, что у него там 500 с лишним миллионов нашли дома. И плюс два этих... Причем миллиона долларов на счетах и еще 24 участка. Поэтому можно... Не дотягивать до Захарченко. За скобки этого убрать его. Не дотягивать. Нет, но он принципиальный человек. Но если он министр. Да. Если принцип у нас личное богатение. Ну, каждый министр. Ну, кого ни копней, тоже обнаружил. Но не бедные же это люди. Самый бедный, наверное, Владимир Владимирович. Смотришь, просто даже жалко президента, потому что как уберут эти все активы. А, кстати, в активы собственность на средства производства не раскрывается. Там же только какая у вас есть земельный участок какой, какая зарплата и какая недвижимость. Все. Рамотно. Все. А если у меня собственность на 24 миллиарда за год. Это показывается вот в этих информации? Не интересовался. В декларациях. Интересно узнать такое, да. А нет, это не надо. Не надо. Потому что... А я пока вот сейчас на государственной службе я это передал в управление. Допустим, вам. А вы пока получаете большую зарплату, о которой мы договорились. Такая там, миллионы. А потом, когда я закончу государственную службу, у меня уже не 15 миллиардов, а 20 миллиардов. У нас под боком есть замечательное капиталистическое государство Швеция. Да. В этой Швеции, вот мы с вами соседи, например, там распространена следующая вещь. Поскольку там вообще всё перечислено. Вы купили новый автомобиль Вольво, а я в налоговую пишу. Что-то вот тут сосед мой, Михаил Васильевич, разжился новым Вольво. Будьте любезны мне налоговую декларацию, подгоните, пожалуйста, я хочу ознакомиться. На какие шиши Михаил Васильевич это купил. И присылают. В общем, я чувствую, что вы за репрессией. Так точно, да. И вот я ознакомился, ну и тут два варианта. Либо я вижу, что всё совершенно справедливо, и Вольво куплено на нужные деньги, на заработанные. Либо откуда-то непонятно. А, Сидмитриевич, я решил продать свой домик. Да, расскажу. И в другом месте, чтобы не было рядом с вами. А там все такие. Все такие. Да, расскажу. Кошмар. Да, расскажу. А говорят, в Швеции хорошо живёт. Да, невозможно там жить. Отлично. Но не всем. И непонятно как этого не видят. И вот, в соответствии с этим, ты категорически не должен ничего выпячивать, никакое благосостояние, никакие деньги вообще. Потому что это окружающих бесит. Им не нравится, когда кто-то лучше. Все должны быть одинаковые. И мы за этим проследим с помощью органов государственной власти. Да, вот в ближайшей Финляндии. Разве можно сравнить богатство Финляндии и богатство, допустим, в курортном районе Санкт-Петербурга. У нас такие здания, дворцы. А туда как заедешь, какие заборчики? Такие заборчики, причём не закрытые. Или просто яблони стоят. Вы можете, вот хотите, которые валяются, можете и сорвать. Никто у вас ничего. Слово вам не скажет. Всё, всё примерно. Ну и дома самые такие простые. Финских пограничников приводят в бешенство. Например, автомобили, на которых русские заезжают в Финляндию. Они живут очень и очень скромно, эти финны, в приграничных деревнях. А тут такое. Теперь, Дмитрий Юрьевич, я хотел бы поставить вопрос, что у нас неправильно понимают борьбу глаз свою. Понимают, если у нас борьба, так она против. Это неправильно. Если борьба, то она за. За что-то. За что-то. Ну, если у нас не совпадают интересы, то я за своё, вы за своё. А если вы мне мешаете, я начинаю бороться с вами. Вот в том пункте и по тем вопросам, в которых вы мне мешаете. А вы, поскольку вы тоже за своё, вы не против меня. У вас просто есть свои задачи, цели, интересы. А тут я стою у вас на пути. И тогда вы начинаете со мной бороться. Всё-таки надо видеть главное. Главное в борьбе классовой. Не борьба против какого-то класса. Хотя вот эти все классы репрессировали, о которых мы говорили, своих противников. Но они-то, между прочим, феодалы прогрессивнее были. Они ведь развили производительные силы. Тогда начала промышленность развиваться. И благодаря тому, что начало развиваться при феодализме, как писал Маяковский, город грабил грёб, грабастал, глыбил пузо касс, и у станков худой и грабастый стал рабочий класс. Это уже было при феодализме. Вот у Ленина есть книга «Развитие капитализма в России». Он показал. Дискутировали, дескать, Россия пойдёт своим путём, капитализма не будет. Ленин показал, что у нас развивается капитализм. Уже развился. Уже у нас империализм перехул. Уже в начале 20 века у нас был империализм. Это всё. А ещё и феодализм ведь существовал. У нас ещё в власти феодалы стояли. Феодалы, между прочим, в лице царя отменили крепостное право. Они, правда, экономически ничего не отменили, потому что землю они забрали, и крестьянин не мог шагу шагнуть, не заплатив помещику или не работали. Погрузили его в ипотеку тогдашнюю. Но отменили же крепостное право. А вот американцы рабовладение отменили годом позже. Мы намного более прогрессивная страна, чем Соединённые Штаты Америки. Чем-то вам гордиться. У нас уже следующая фаза была, мы уже крепостничество убрали, а те ещё никак с рабовладением. И демократическая партия, правильно, у неё победил Трамп, потому что демократическая партия была партией рабовладельцев, когда была война Севера против Юга. А республиканская партия, хоть про неё и говорят, что она хуже, но она была партией капиталистов Севера, которые боролись против... У неё заслуги есть в борьбе с рабовладением. А вот Трамп, он как бы представитель этой цепочки, этой линии. Ну, вот что-то в этом есть положительное. Что-то есть же положительное у него? Засловно. Ну, не только вот всякие глупости одной. Вот тоже есть что-то дороже. Так вот, я думаю, что достаточно сформулировать, чтобы с этим уже не спорить, не возражать, что каждый класс борется за свои интересы. Если ему кто-то мешает, он начинает с этим бороться. Вот боролась буржуазия за свои интересы, в борьбе за свои интересы, она развивала производительные силы, она создала фабрики и заводы, она обеспечила развитие экономики. На каком месте была царская Россия, в капиталистической в смысле экономики, но и феодальной ещё по устройству к 13-м году? Она была на пятом месте в мире. А на каком месте сейчас буржуазная Россия? Тогда была в десятке выходит, даже в пятёрке. Я вчера посмотрел специально, вот посмотрел, я знал, что примерно 2% мирового, вот свежие данные такие до 16-й год, 1,7. 14-е место, 14-е место. Мало. А почему мало? Так это понятно, потому что та буржуазия была та, которая из передовых феодалов, из купцов, из изобретателей, из техников, из организаторов производства. А эта буржуазия из подпольных миллионеров Корейка, из жуликов всяких, махинаторов. Из кого? В основном. Поэтому эта буржуазия никак не... Она вот своё зато, вот поэтому она всё время скатывается на то, чтобы там представители её или перезахоронить, или переименовать. Вот чем вам не понравилась улица Салтыкова-Щедрин? А Кирочная теперь Салтыков-Щедрин? Слишком критиковал власть, правда? Чем Гоголь провинился? Гоголь, потому что он затмил эту морскую, малую, а там ещё большая морская. К счастью наступила сразу. А Герсон вам чем? Для меня это загадка всегда. Ну как загадка? Да как загадка? Люди больше ничего не умеют. Митя Ильич. Ну это же трудно, что-то хорошее сделать. Трудно. Хорошее, особенно после советского строя сделать что-то хорошее, совсем трудно, потому что... Ну взяли и разделили. Вот что делали коммунисты-большевики? Они собирали средства производства, соединяли и на общее благо. А эти вот умеют только отнять и разделить. Большевики отнять и разделить только в одном случае использовали. Отнять у помещиков, что должна была сделать буржуазия. Она российская не сделала. Из-за неё, из-за этой российской буржуазии реакционные. Она и тогда была реакционной в России. Она гнала народ на войну. Вместо того, чтобы прекратить войну, отнять у феодалов землю. Это чисто буржуазная задача. И разделить её. Это тоже чисто буржуазная задача. А вот то, что делали большевики уже своё, это коллективизация. Это другое. Это вот это да. Это вот собрать эту частную собственность в одно. И капиталистов отнимали. Но не всё же отнимали. У нас же был частный капитал. У нас же был целый сектор частного капитализма. Поэтому отнять только часть национализировали средства производства. А потом уже, когда он развивался, развивался и смог взять на свои плечи обеспечение благосостояния всех членов общества, тогда да, у нас практически частной собственности не было. Но подсобные всякие хозяйства, и тем более к Интертели, да более никто их не трогал. По Конституции 1936 года нельзя было их трогать, отбирать. Имелось право на частный труд какой-то. Я на все эти дела смотрю сугубо прагматично. Вот Советский Союз ломали под вой там про всякие гулаги там и прочее, и прочее. Невинные жертвы. Мне интересно, за это время сколько построено новых тюрем и лагерей? Народу у нас сидит достаточно. А заводов вам? Не-не-не, минуточку. Сколько построено? Вот там, как мы знаем, там нечеловеческие условия содержались. Ну, сейчас же строили, что-то еще не построили. А деньги уже украли. А денег-то уже украли сколько? 30 лет прошло. Вопрос, новые тюрьмы построены, в которых обеспечены человеческие условия содержания. Вот человека лишили свободы. Свободы, а не еды, возможности движения и прочее. Построены тюрьмы, в которых, например, я еще служил, вышел федеральный закон, в соответствии с которым на одного, так сказать, арестанта положено 8 квадратных метров площади. Это не говоря про потолки. У нас там камеры по 8, и там сидит по 6. Построены такие тюрьмы. Может там вентиляция какая-то, минуточку. Спортивный кружок, где он может поддерживать себя в надлежащем физическом состоянии. Профессионально-техническое обучение, в ходе которого он выйдет из тюрьмы через свои 5 лет квалифицированным специалистом. Рабочие места, может, там организованы. Что у вас в зонах происходит? Ну, кроме лесоповала. Что у вас там происходит? Что они вообще делают? Хоть что-то сделано? Нет. Но зато мне все время рассказывают про жертвы ГУЛАГа. Мы проехали уже. Поскольку промышленность разрушалась в 90-е годы и до сих пор не восстановлена до того же уровня, потому что станкостроение почти на нуле. Есть только одно крупное предприятие, стан, которое выпускает станки. И вот оно теперь в союзе с Министерством промышленности и торговли будет восстанавливать у нас станкостроение. В основном мы ведь все должны импортировать. Так вот, когда заводы не строят, а вы хотите, чтобы вы строили тюрьмы? Что про вас скажут? Ничего не строят, то ровеми тюрем. Понимаете? Вот даже вот благое такое дело, о котором вы говорите, особенно СИЗО. Вот СИЗО, это что такое? СИЗО, это следственные изоляторы. Там сидят, между прочим, неприговоренные к какому-то тюремному заключению. Это свободные люди, которых временно до суда. Но до суда они там могут просидеть где-нибудь 2,5 года. Нормально будут просидеть. И условия в тюрьмах, даже в нынешних, лучше, чем в этих самых СИЗО. Вот у нас какие? Вот женское и детское СИЗО, это у Финляндского вокзала. Вот улица Лебедева. А это одни кресты. А вторые кресты, это, значит, на набережной. Ну, все это старые. Вот и заводы старые у нас. А тюрьмы не уничтожаются. Уничтожаются только заводы. Поэтому, вот хоть и эта тюрьма сохраняется, и то хорошо. А не просто за колючей проволокой в концлагерях содержится. А тюрьмах все-таки. Вот видите, как вот. То есть он хоть что-то сделал, этот буржуазный класс. Вот я в связи с этим, в связи с тем задачами нового, этого класса, нового у нас, после советского строя, какой у нас вновь объявился, класс буржуазии. Он должен бороться за свои интересы или нет? Могу я вот посоветовать ему, за что он должен бороться? Конечно. Вот смотрите, какая ситуация у него сейчас тяжелая сложилась, у нашего. Давайте подумаем. Мы все время вот критикуете буржуазию, давайте все-таки войдем в положение. Смотрите, она правящий класс. Правящий класс, кроме подавления там вот всяких выступлений, на которые опять средства надо тратить, в том числе и на обороны, на прокуратуру, на суды, и вы еще предлагаете на тюрьмы. Но он должен вообще думать о развитии России, если он правящий класс в России. Вот я что-то не слышал от всяких кандидатов, и вообще не обсуждается эта тема сейчас. Надо и обсуждать, что нужно сделать для развития России. Так, для развития России что нужно сделать? Поднять производство. Значит, что, как обстоит дело с этим? Тоже об этом мало говорят, давайте мы констатируем, что есть. Значит, темпы роста. Самые последние данные на данный момент – ноль. Вот это, говорят, цифровая экономика. Ноль, 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 ноль. Цифровая экономика. То есть, это все разговоры про цифровую экономику. Это у вас ноль. Темпы роста, производительность труда – ноль. Так. Заработная плата народа. 92,5% в 2016 году от уровня 2013 года. Небогато. Доход на реальный, это реальная зарплата. Реальный доход гражданина – 90,5% от уровня 2013 года. Три года идет снижение. Значит, за три года снижение на 10% реальных доходов трудящихся. Вот вы правящий класс. Вот первовладельцы, вы жили все-таки лучше, лучше и лучше. Не так? Ну, лучше. Я там не жил. Не знаю. А как вы думаете? Ну, какой-то, не дураки же, рабовладельцы. Они что хотят? Они тоже подавляли восстание рабов. Но они понимали, что если вы сделаете нечеловеческие условия, люди пойдут лучше у муру, но, говорит, голову проломлю этому рабовладельцу. Старались. Крепостные крестьяне. Но они же потом уже при... Они даже свое могли товарное зерно продавать. При феодолизме. Вот уже в 19 веке, в начале 20-го, они уже требовали, дайте нам только вот... Дайте нам только нашу землю, и все. И ничего не надо, мы все сделаем. Ну, а у нас что получается? Вот пришла власть. Вы же пришла власть. А почему? Не делаете. И второе. Вот построили у нас заводы новые. А вы говорите, что ли? Заводы они строят. Ну, говорят, вот при Сталине. Ужасное было, говорит. Строили каждое время заводы, 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 заводы. А тут же не строят и не строят. Строят, но мало. Очень мало. Я, например, знаю один построенный завод стекольный. С бутылочного стекла у нас. В Кингисеппе, под Кингисеппом. Вот. А так вообще очень мало. Просто взяли бы их... Быстро бы вышел кто-нибудь из руководителей, сказал, допустим, глава правительства, мы построили... Ну, что вы построили? Мы построили космодром. Это построили. Но сколько там... Так столько разворовали там. Ну, ладно, построили все равно космодром. Вот построили можем. Но это не заводы, а заводы. Вот был ЗИЛ. Там было 120 тысяч рабочих. Где ЗИЛ? Территория ЗИЛ осваивается. Был Красный Выборжец. Территория Красного Выборжца осваивается. Мы с вами сидим. А мы здесь тоже осваиваем. На территории Красного Треугольника тоже все осваиваем. Нет, еще там целый план есть большой еще. Очень много пустой. Я к тому, что изделие номер один, многие знают только про изделие номер два, а изделие номер один противогаз. Здесь что-то как-то больше не производится. Вот такая ситуация. Так вот, что надо делать? Почему буржуазия наша не знает? Потому что она не прогрессивная. А почему она не прогрессивная? А потому что у нас произошла реставрация буржуазного строя после более передового. А если у нас реставрированный капитализм, то он как бы потертый такой пиджак уже, реставрированный. То есть реакционный капитализм у нас. Был прогрессивный капитализм. Капитализм, молодые года, Майковский говорил, был ничего, деловой парнишка. Спора работал. Не боялся тогда, что у него от работы засолится манишка. А потом обдрюзг и обдряб. И лег его историей на пути в мир, как свою кровать. Его не объехать, не обойти. Единственный выход – взорвать. Ну это, Майковский это все изучил. Ну все сейчас в стадии империализма. Так вы какой капитализм создали? Который развивает производство в погоне за прибылью. В погоне за прибылью. Почему? Потому что главная цель капиталиста, который является персонифицированным капиталом, самовозрастание капитала. Увеличивать его. А у нас самоубывание. У нас сокращается производство. Крупные производства – меньше, меньше, меньше. А маленькие производства просто захлопываются. И вот его поддерживают мелкий бизнес, а он умирает. А он может выжить, когда он не может сам по себе существовать. Его нужно организовывать. Он встраивается должен в кооперацию и так далее. Что происходит? Поэтому хочется рассказать нашим товарищам капиталистам некоторые азы из политэкономии. Потому что политэкономия – это тоже наука. И у нас была создана еще в буржуазное время. И вообще создателем теории стоимости являются буржуазные экономисты. Адам Смит и Рикардо. Ну, и Мальтус немножко. И вот эта политэкономия, она воспринята была Марксом в той части, которая касается теории стоимости. И он только рассмотрел там разные варианты развития и обогащения. Странно было бы при капитализме выступать против обогащения. Капитализм идет, капитализм должен обогащаться. Как обогащаться? Надо повышать производительность труда и повышать заработную плату рабочим. Если вы производительность труда будете повышать быстрее, чем повышается зарплата рабочим, то на единицу продукции зарплаты будет меньше и меньше. Это понятно, да? За одно и то же время я плачу повышенную зарплату и увеличенное количество продукции, ну раз количество продукции быстрее растет, чем зарплата, то, соответственно, на единицу продукции издержки. Зарплатные издержки в издержках производства. Корову надо меньше кормить и чаще доить. Нет, больше кормить. Если больше кормить, если она приносит больше молока и быстрее растет производство молока, чем прибавка корма. Шутка противоположная. Это шутка, это не шутка. Это то называется абсолютная прибавочная стоимость. Вот это шутка ваша. Потому что вот это рассмотрено в капитале, в голове, относительная и абсолютная прибавочная стоимость. Говорит, можно увеличивать рабочий день или уменьшать зарплату. Тогда прибавочная стоимость возрастает. Вот, например, один из прошлых кандидатов в президенты, Прохоров, он же предлагал сделать 6-часовую рабочую неделю 12-часовой рабочую неделю. А, да. Предлагал. Он, думаете, он предлагал, потому что... Он, почему, есть такая реальность. Наверное, у него на предприятиях такая реальность, что он по 12. Да, да. Но ему просто не хочется сверхурочные платить. Вот если бы это было нормой, то сверхурочные не надо платить. А сейчас приходится за первые полтора часа... Ой, за первые два часа в полтора раза больше платить, а за следующие часы в два раза надо больше платить, чем за урочные часы. Вот если сделать 60-часовую рабочую неделю, то они подают все эти сверхурочные. Как хорошо. Но не прошло у него. Вот это вот пример, что хотят они, за счет просто того, чтобы втоптать уже в асфальте рабочий класс, народ, все у него и так отбирается, еще его и через сцены отбирается. Вот туда это делают. И что делают? А вы повышаете зарплату? Вот это вот была абсолютная прибавочная стоимость, то, что сейчас делается. То есть уменьшение зарплаты реальной и, соответственно, увеличение прибыли. И прибыль улучшается. И это вот реализовывается. У нас прирост за 16-й год долларовых миллионеров. 10%. А долларовых миллионеров 11%. Неплохо. Так если у нас нулевые темпы роста... За счет чего это образуется? Ну, это всем, я думаю, понятно. Если у вас нулевые темпы роста, то следовательно, вот эти миллионеры и миллиардеры это просто вот собирают с этих людей посредством раскручивания инфляции. А с помощью чего раскручивают инфляцию? Вот я вам что-нибудь сейчас продаю, а мне раз, и налог на добавленную стоимость. Не так, что я вот буду платить налоги с прибыли. Раз. И с доходов. А какие у меня доходы от собственности? Я дивиденды получил. Раньше 9% с них брали. Была регрессивная система налогообложения. Сейчас тоже 13%. Если у меня завод, скажем, у меня 2 или 3 или 5 миллиардов, я собственник одного или двух. Пугачёв был собственником Балтийского завода и Северной верфи. Ну, к примеру, вот он двух заводов. Есть и другие такие же. И вот в этом случае я плачу... А зачем вы засунули сюда, в наши отношения, которые связаны с движением по технологической цепочке, налог? 18% на добавленную стоимость. Вот то, что нового труда я приложил в моё предприятие. 18%. Так. А вы потом пошли и передали дальше по цепочке. Ну, вот начнём с того, что, чтобы получить какую-то машину, надо сначала сделать, добыть уголь. Это раз. Уголь продаём. Так, туда НДС. 18%. Повышение сразу раз. Цены. Потом, если вы кокс делаете, значит, кокс сделали, 18%. Потом вы кокс повезли на доменной печи. И там производится чугун. Ещё 18% НДС на добавленную стоимость. Потом вы сталь делаете, ещё 18%. Вот говорят, цены растут. И цены не растут, цены повышают. Их повышают не просто. Вот берут и повышают. Нет. Налог установлен на добавленную стоимость, который гарантирует повышение, повышение, повышение. И потом выходит на публику и говорит, ну, это у нас инфляция идёт. Ну, вот мы можем её где-то на уровне 4%. Как же так у вас получается, если у вас прогрессивный строй? Вы же вместо советского строя, вместо социализма. Мы верим, что он прогрессивный. Если он прогрессивный, то затраты должны идти вниз. Так, у нас людей, кстати, людей, мы и видим, что меньше и меньше работает, а продукта всё равно больше делается. Людей даже завозим ещё из других стран. Не хватает. Не хватает. Как же так получается, что у вас затраты всё растут? Да потому что затраты-то не растут труда. А забрать у народа можно путём вот таким. То есть, это встроено прямо, вот налогообложение, встроено в цепочку производственную, там, где ему вообще места нет. Вы сначала доведите до конца. Вот вы получили автомобиль или трактор, или экскаватор. И тогда возьмите с того предприятия, на котором этот экскаватор изготовлен, возьмите с него налог. На что? На прибыль? Потому что прибыль у него. Так? Если я капиталист, то если я одновременно там представитель совета директоров, так, или управляющий одновременно, так возьмите с моих доходов, пусть они миллионные, но с них возьмите налог. С трудящихся, это исправно берут. 13 процентов. Ну, возьмите. А почему не делаете, как во Франции? Во Франции сколько берут с высоких доходов? 56,8 процента. Неплохо. Очень даже неплохо. И это неплохо, между прочим, для кого? Что для трудящихся они столько берут? Как вы думаете? Нет. Значит, получились меня 56,8 процента. Я потому что я миллиард получил. Оставили мне 56,568. Высчитали. Осталось 432. Вот это я могу поехать в Куршавель и размотать все. Но я уже могу разматывать с чувством того, что я-то стране помог, потому что большую часть отдал стране, все в порядке, все, тут идут новые рабочие места и прочее. Наступает Новый год. Заказы государственные кому надо давать? Ну, мне надо давать. Я же больше всех платил. Конечно. Если вы мало платили, вам никто не даст. Я эти денежки получу. А заказы мне будут оплативать из чего? Да из всех денежек, которые не только с меня взяли, еще и с вас взяли, и с того, и с того, и с того. И вот у вас такое идет, как бы, как сердце идет, дыхание такое. Сократилось, расширилось, сократилось, расширилось. И я богатею, богатею, богатею. И что у нас? Не богатеют, французские капиталисты. Это артисты, не богатеют. Они говорят, плохая система положения. И запросились, и к нам приезжают. Тут хорошая система. Для этого позора нигде нет в мире. Нигде. Ну, еще какие-то два маленьких государства, у кого есть плоская система налоговлажения. Везде прогрессивные. Но кто больше получает, естественно, больше и платит, больше и процент. Везде это, и у нас так было, и в США так. Вы же хотели, как в цивилизованных странах, а вы как в дикой карьере. Как в дикой карьере. Вы хочется, хоть сейчас хотите сходить. Так вы со второго шага получаете. Нет, я на два шага думать я не могу. Вот это люди, которых эти толстые пальцы, и они больше, чем на один шаг думать не могут. Сейчас схватить. Я думаю, не хотят просто. Вот первый совет. Урожать ей вставку надо сделать на рост производительности труда. Вы же рассуждаете там. Про новые высокопроизводительные работы. Они что, в чистом поле будут? Что вы уничтожаете заводы? Так вы туда устанавливаете новую технику? Так? Повышаете производительность труда. Повышаете зарплату, но производительность труда делайте больше. Цифровая экономика. От того, что я вам по телефону буду или посредством связи сообщать, что у нас всё падает, и везде будут стоять компьютеры, и говорят, у нас падает... Скорость падения вычтет. Скорость падения у нас замедлилась. Так вы используете всё это, чтобы у вас станки с ЧПУ производились, и чтобы станки с ЧПУ стояли, а не старые станки ржавые стояли, и чтобы не надо было напильниками ракеты подтачивать, чтобы они полетели. Вот этим займитесь. Вот с чем должна заниматься Буржайзия. Прогрессивная, если она прогрессивная. Вы хотите быть прогрессивными. Мы за. А все за. И рабочий класс за. Ну и рабочий класс против развития производства. Это вот единство противоположностей у рабочего класса и Буржайзии есть единство. Если производство будет развиваться всем лучше. У рабочих будет больше зарплат, а у капиталистов – они смогут больше покупать. Они смогут больше покупать, будет спрос, значит, будет предложение, и пойдёт ток по всей экономике. Вот что нужно делать. Вот это что он должен сделать, президент это организовать, кандидат в президенты сейчас. А мы слушаем какой-то разговор пустой, ничтожный. Вроде того, что у Овального, дескать, мы продадим ещё кусок России, что ещё не продано ещё вся Россия. И тогда, значит, что-то мысли наладится. Значит, кстати, а почему налог не хотите сделать? Вот чтобы неповадно было там. Давайте в дело запустим это дело. Обогащается, пускай обогащается от прогресса. Разве плохо, если вот прогресс идёт, и люди обогащаются? Ну, можно даже смириться там с этим, в какой-то мере, с эксплуатацией, если хоть она наделает. Ну, как можно тут смириться, эксплуатировать, эксплуатировать, и всё хуже и хуже? Да это же ведёте вы к чему? Ну, люди же, нельзя же бесконечно их опускать, опускать, опускать. Как вы хотите? Вы что, специально делаете, чтобы они так к власти относились? Я думаю, что да. Да вы хотите, что специально. Вот уберите этот налог на добавленную в стомище, у вас до этого не будет такого роста цен. И не надо их эти самые всё время цены повышать. Значит, есть выход. Что для этого нужно делать? Первое. Нужно сделать план. Вот 6 пятилетних планов делала Южная Корея и вышла на передовой уровень научно-технического прогресса. Мы тоже в некоторых отраслях, там, Ростехнологии тоже на передовом уровне. Ещё не всё растеряли, да? Нет, не всё, не всё. Он в военном производстве, там у нас есть планирование. Ну, так вы сделаете план. Китай делает пятилетние планы? Конечно. Вот он очередной пятилетний план принят. Что там? Вы же сами говорите, что там нет ещё социализма, он не построен. Там переходный период капитализма и социализма. Но они план-то делают на госсектор. А вы на госсектор. Кто вам мешает сделать на госсектор план? Сделайте. Вот новый кандидат, президент. Сделайте план. Только не надо подписывать там только на уровне председателя Совета Министров. А вы примите в Думе, установите ответственность за неуполнение плана, сделайте системы директивных заданий по развитию... Ну, в рамках государственного сектора это можно... Это же ведь одна собственность. Чья? Это же не народная. Всё, боитесь-то. Это же собственность коллективная, частная собственность класса капиталистов. Вот мы призываем капиталистов, вы своей такой капиталистической собственности, ну, как положено при империализме, если это монополия, так он должен быть план на развитие этой монополии. А у вас нету этого плана. Ну, сделайте пятилетний план. Более того, если вы хотите сделать пятилетний план, вам надо сделать программу развития России. Ну, хотя бы на 10 лет. Почему хотя бы на 10? Во-первых, это будет больше, чем у Ленина был план Газуро. Вы же хотите критиковать Ленина. Да нет. Вместо того, чтобы заносить-выносить, вы сделайте план больше, чем на 10 лет. Вот еще никто не сделал. Никто не сделал больше. У нас пятилетние планы были, а на 10 лет последний план был план Газуро. Ну, сделайте план. Это надо поручить Академии наук, которая соображает в этом деле. А что вы вместо этого сделали? Вы взяли и отняли у него все институты. Вот новый избранный президент говорит. Ну, давайте вы там это фана теперь считается учредителем. Ну, давайте запишем хоть и нас тоже в учредителей Академии наук. Иначе вы нас вообще оторвали от исследования, от науки, собственно. Вы что сделали? Хотели клуб ученых сделали? Сделали. А почему клуб? А потому что вы никакой государственной задачи не поставили перед Академией наук. Вот государственная задача. Дайте программу развития России. А внутри этой программы план, а за рамками, ну, а я могу вам дать, если вы частный капиталист, могу вам дать задание? Не могу. Вы сказали, вы что? У меня частная собственность. А заказ? А заказ вы с удовольствием возьмете. Кто отказывается от государственных заказов? Бьются за них. Все устроили там конкурсы. Все набегают. Это же самое выгодное. А? Самое выгодное. Кто? Нигде в мире не отказывается. Значит, государственный план на 5 лет, программа на 10 лет и заказы. И все начнут, конечно, это капиталист. И у всех будет большая прибыль. Почему? Ну, потому что производительность трудовоз будет расти, зарплату тоже поднимать. Но я же не говорю, что вы же капиталисты. Странно было бы, я сейчас бы начал капиталистам объяснять, давайте уменьшайте свою прибыль. Но никто бы, это надо понимать, что это странные рекомендации. Это вам не социализм выскажете? Не для этого, а не становились капиталистами. Дорогой товарищ, так сказать. Мы не для того становились капиталистами, чтобы не думать о своей... Ну, так вы и подумайте о своей прибыли. Что если это у вас относительная прибавочная стоимость, если повышается производительность труда, быстрее зарплаты. И вы точно будет, она у вас будет вырастать. Что для этого нужно сделать? Что надо в план заложить? Надо в план заложить и в закон заложить. Что вот амортизация должна быть не меньше, чем 10% в год. 10% обновления должно быть. Это вот должна быть такая норма. Тогда у вас самый старый парк будет 10-летний. Каждый год 10% должны заменить, поставить современную технику. Что такого тут непонятного? Ну и война, если... Так надо современные танки. Если Т-34, они превосходят немецкие. А если старые танки, то нас разбивают. Так вы и здесь. Вы что хотите? Санкции против нас. Так вы сделаете современное производство, в котором современные средства. О средствах производства молчат. О производительности труда молчат. Вот надо сделать план обновления. План обновления – это в структуре государственного плана. Государственных. А частные пусть тянутся за государственными. Это тоже частные, только коллективные частные. Коллективные частные же круче должно быть. Это же класс гуржазии в целом. Он должен себя уважать. Ну или уважайте себя. Так. Значит, 10% надо в закон, потому что напишут, что у нас 100 лет срок амортизации. Пишут. Чтобы всё отправить в офшоры. Так вы оставьте это здесь на то, чтобы заменить старую технику. И это идёт в издержке производства, а вовсе не из прибыли. А то прибыль надувают теми деньгами, которые должны пойти в производство, как амортизация. Дальше. Вы капиталисты? Капиталисты. Если я капиталист, что я должен сделать, когда закончился цикл производства? Получил прибыль. Что я должен сделать, Дмитрий Юрьевич? Теряюсь. Я же сразу хочу обогащаться. Убежать с деньгами? Нет, я хочу обогащаться. Это я не такой дурачок, как куда-то бегать туда по миру. Я должен взять и увеличить свой производительный капитал. То есть, я какую-то часть прибыли направляю в производство. Это называется норма. Вот эта доля прибыли называется норма накопления. А сам процесс называется накопление. Я копить должен. Ну, не так копить, как эти копили в среднего века копеечки собирать и складывать куда-то в сундук. А я должен средства производства наращивать и становиться всё богаче, богаче и богаче. Так как это делается? Это я должен часть прибыли направлять в производство. Что значит направить на приобретение новой высокопроизводительной техники? Потому что иначе, что я вас буду призывать? Повышать производительность труда. Дескать, быстрее работайте. Давайте так, давай, быстрее. Это будет что? Интенсификация труда. А надо не интенсификацию труда, а интенсификацию производства. Для интенсификации производства купите станок. Не можете там купить? Купите там. На Тайване купите. В Белоруссии купите. Или вот здесь поддержите свою. Но вы обновите. Ну, если это государственный сектор, 80% на накопление. У вас сразу темпы подскочат. Они от амортизации подскочат. Вы же не будете старый станок 10% ставить? Новый поставите. 10% новый. Каждый год 10% новый. Опять каждый раз. У вас сейчас молчат. По образовательной структуре вообще все молчат. Молчат. Ну, что там говорить-то? А вот нечего говорить. Так капиталист, он должен развивать же. Капитал – это самая возрастающая стоимость. А капиталист – это персонифицированный капитал. Вот это надо запомнить. Он должен не о себе думать, а о капитале. Как накопить, как много сделать, как стать богатым. Что-то от того, что я у вас забрал что-нибудь в конкурентной борьбе. Это один из приемов. А главное – это производство. Вот в чем историческая миссия капитализма состоит в развитии производительных сил. Давайте выполняйте свою историческую миссию. Вы же пришли. И власть ваша. И власть ваша. И собственность у вас есть. В чем дело? Все у вас есть. Что вы так себе показываете никчемные? Так вас прогонят тогда, как класс. Так вы давайте работайте. Так. Дальше. Ну, а если это частный капиталист, ну, законом установить можно, что раз вы капиталист, то вы накапливать должны не менее 60% прибыли. Получили прибыль? 60%. У вас никто не отнимает. Но вы в свое производство. В свое вложите. Нет, я, говорит, не хочу в свое, хочу увезти за границу. И вот мы видим, что у нас, говорят, вывод денег из России. У России, говорит, вот три года назад было 500 миллиардов. А сейчас всего 300 миллиардов. И что это такое вообще? Так вы оставили. Если, значит, зарплату вы повышаете, деньги, значит, здесь остаются. Они идут на спрос. Накопление прибыли тоже здесь. А вот оставшаяся часть – это святое. Вот там на оставшуюся часть – хотите, гуляйте. Не надо даже критиковать. Хотите, прыгайте с военных кораблей там в него. Хотите, в Куршавель ездите. С кем угодно хотите. Мы закроем глаза. Но если вы что-то делаете, а вы ничего не делаете. А вы только… Ну, где вот этого Прохорова ею мобиль? Хотел же автомобиль, который делается из частей. Нет? За рубль продал его? А где светодиодный завод, который он обещал простоить, построить? Вот только китайские мы покупаем. И то, что на Светлане, в жалком состоянии, потому что государство не вкладывает дорогие светодиодные лампы, самые экономичные. Но для этого, чтобы была серия большая, чтобы это было выгодно, так надо не 3 лампы выпускать, и не 30, и не 300, а миллионы. Тогда они будут дешёвые. Это не капиталисты. То есть, те, кто такое делать не умеет, это не капиталисты. Это совершенно случайно попавшие люди, которые вообще не понимают, что с этим деньгами свалившимися на башку. Я могу посоветовать, посоветовать, а мы сейчас же президентская кампания, мы сейчас обсуждаем, что нужно сделать для страны, что должен сделать президент. Не потому, что его фамилия такая, а что он должен сделать для развития России. История всё равно будет оценивать. История, она жестоко оценит там. Пётр Первый, что он только не… как он жестоко не есть, всё равно оправдывает. Ивана Грозного оправдывает, говорят, что вы ставите им памятник. А кому ставить? А кому ставить? Это вас бы узнать. Репрессированным? Малюте скуратываю, что памятник поставить. Вот. Дальше. Идём дальше. Вот главное, так сказать, направление, которое надо делать. Я думаю, надо нам к этому вернуться ещё. В обязательном порядке. Да, вот, по-моему, так основательно, чтобы дойти до того, что должна делать, буржали. И вообще, потом-то будет борьба. Мы в перспективе увидели этого. Единственную борьбу противоположностей, вот, припоминительно к нашей стороне и к нашей жизни. В борьбе обретёшь ты право своё. Да. И вся-то наша жизнь есть борьба. Да, да. Ну, закругляя, так сказать, изучение предвыборных программ, какая-то клоунада вообще какой-то абсурд. Я не понимаю. Но мы помочь должны. Должны помочь обязательно. Особенно Алексею Навальному. Обязательно. И всем детям, которые за Алексеем бегают с тайками. Детям тоже надо объяснить. Детей жаль, потому что оболванят. Заведут не гамельнский крысолов, который детей под дудочку увёл. Это как раз оно и есть. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо большое. Глубоко сегодня копнули. И я надеюсь, большинство аудитории понятно с живыми примерами. Всё как положено. Наверное, продолжим. Коньяк выпил только я. Ну... Это высокий класс, Михаил Васильевич. Даже не приложились. Спасибо. По крайней мере, все видели, что я то, что говорил, говорил трезво. Да. Спасибо. Спасибо. А на сегодня всё. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok